МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лиз, ты куда? Мне пора. Куда ты в такую рань? Молодец. Сейчас за мной приедут, и я ухожу. Не понял. Прости. Лиза, ты о чем? Помнишь, полгода назад ты мне сказал, что если я хочу чего-то достичь, то я должна изменить свое мышление. Но я так и сделала. И теперь между нами все кончено. Прощай. Лиза! 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 Лиза, постой! Получи! 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 Лиза! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это от полуночи до двух часов ночи, да? Ну да, типа того. На бедре обнаружена обширная гематома, но кости целы. Значит, ее машина сбила? Думаю, да. Она отлетела туда, потом проползла. Он подошел к ней, взял камень и нанес удар по голове. А отпечатки с камня снял? К сожалению, поверхность непригодная. Ты не проверял? Может, ее изнасиловали? Ну, явных признаков борьбы нет. Остатков кожных покровов под ногтями тоже не обнаружено. Но это с первого взгляда. Одежда цела. Так что я думаю, что если что-то и было, то только по воюдному согласию. Но мы узнаем это после вскрытия. Так что все. Ловато. Ну, что могу. Локтик подъехал. А кто это с ним? Сейчас узнаем. Здравия желаю. Знакомьтесь. Новый сотрудник нашего отдела. Анна Старцева. Очень приятно. Что ты слышишь? Хорошо утро начинается. Саныч, скажи, а ты всех новеньких за ручку водишь? Аня, поговори пока с экспертами. Вопросы? Что она тут делает? Работает. Анна, прекрасный аналитик. И опер, вроде ничего. А где вторая туфля? Больше ничего не обнаружено. А может, ее не здесь убили, а сюда потом привезли? Пока точно сказать не могу. Кровь вроде есть, но ее немного. Следов волочения тоже нет. Сейчас пытаемся снять отпечаток обуви. Я думаю, что преступник затопил в кровь жертвы. А возле тела ничего не было? Нет, ни сумки, ни мобильника. Нужно внимательно все осмотреть. Может, найдем еще какие-нибудь личные вещи потерпевшие. О, хорошая идея. Осталось найти добровольцев. Хорошо. Старший лейтенант Старцева, убойный отдел. Слышим. А трупе кто сообщил? А он дедок сидит, ждет. Ребят, надо помочь. Мы думаем, что у потерпевшего была сумка. Но рядом с телом ее не нашли. Если это ограбление, то преступник взял то, что было ему нужно, а сумку зашвырнул в какие-нибудь кусты. Не могли бы вы нам помочь найти? Да не вопрос, а где искательный? Давайте, а вы туда. Ну, а вы вот туда. Спасибо. Так вы тоже помогите коллегам-то. Помогите. Покажите пример. А я вот с дедушкой пообщаюсь. Давайте я со свидетелем поговорю. Мужчины легче раскрываются, женщины. Тут я решаю, что лучше. Шеф сказал, вы хороший опер. Давайте. Покажите, на что вы способны. Или что, боитесь туфли испачкать? Я ничего не боюсь. Вперед. Здравствуйте. Вы полицию выздоровели? Ага, я. Болотников моя фамилия. Я тут рядом немного пенсионер. Ну, вот утром ходил, банки собирал. Я увидел журнал сначала. О, журнальчик выключен. Сейчас. Надо же. Ну, вы совсем. Все, можете брать. Не забудь исключить отпечатки свидетеля. Само собой. Ну, да, это точно, да. На фото Лиза Щербакова. Уже легче. Обычно такие девушки состоят в модельном агентстве. Надо внутри посмотреть. Там наверняка есть ссылка на агентство. Конечно, модельное агентство. Обычный бордель. Модель нормальная профессия, не хуже нашей. Судя по тому месту, где мы ее нашли, да, работу еще-то территорию осмотрели. Все облазили. Главное, где она вторую туфлю потеряла. Девушка числилась в эскорт-агентстве Визави. Молодцы. Сразу зацепились. Раскрутим дело. Поезжайте туда и поразспросите, как следует. Кстати, где Анна? К экспертам пошла. Ну, толковая. Слушай, Саныч, ну, просто скажи мне, а сейчас толковых парней не упускают, что ли? Ты мне еще спасибо скажешь. Дело Корнеевое, помнишь? Ну, конечно, там все. Районная опера раскрутили. Она раскрутила. Запутанная история. Муж якобы пытался убить свою жену. Анька название придумала от Элла. Она выдвинула версию, что это заместитель мужа. Все замутил, чтобы прибрать бизнес. Красивая история, красивое дело. И раскрутили красиво. И, по слухам, у Анны есть консультант. Женщина-опер. Звучит, как анекдот. Не смешной. А вот ты, если будешь дальше так продолжать, тебе будет тоже не смешно. Привыкай, привыкай. У нас тут не ОМОН. Мы головой работать должны. А у нее голова светлая. А, блондинка в натуре. Вадик, а ты что на нее взъелся? Понравился? Вот еще. Главное, чтобы не мешало работать. Вот, а ты помоги. Мягко, ненавязчиво. Понял? Алло, Лев Михайлович, это Аня. Здравствуйте, рад вас слышать, Анна. Лев Михайлович, а можно я сегодня вечером к вам зайду? Какие-то сложности? Я ошибся насчет мертвой царевны. Нет, то есть, да, сложности, но с другим делом. Ой, меня зовут. Я вечером все расскажу. Извините, ради бога. Ну, спрашивайте, что вам рассказать? Да ничего я на все решили. Хорошо, тогда я сама. Мне 26. Стаж работы 5 лет. Не замужем. Что-нибудь еще? Мне это неинтересно. Лизу я увидела случайно на каком-то кастинге. Мне она понравилась. Милая, не глупая. Пригласила ее к нам, поселила к девочкам другим. А что, ей негде было жить? Иногороднее. А, а когда Лиза начала у вас работать? Примерно два года назад. А она пользовалась успехом у клиентов? Сначала нет. Работала так себе. Ничем не выделялась. Клиенты жаловались, что она скучная, зажатая. Я даже хотела увольнять. Но. В один прекрасный день все изменилось. Она сделала стильную прическу. Манеры появились. И клиенты словно сошли с ума. Последние месяцы все спрашивали только о ней. Скажите, а у Щербаковой были близкие отношения? Ну, вы меня понимаете. Нет. У нас солидная фирма, а не бордель. Возможно, вы просто об этом не знали? В 12 часов девочки должны возвращаться домой. Им нужно высыпаться для того, чтобы хорошо выглядеть. А Лиза вообще была... Стерва она была. Лёля. А тебе кто разрешал встревать в разговор? Ну, почему же? Нам мнение коллег о госпожи Щербаковой очень даже интересно. Принципы у неё были. А по сути, такая же, как все. Это же хуже. Думай! Что говоришь? Скажите, вчера вечером Щербакова была на работе? Нет, у неё был выходной. А вы знаете, с кем она могла встречаться? Где она могла быть вчера вечером? Вообще ничего. Молчала в тряпочку. Значит, жили в одной квартире и ничего не знаете. Странно. Нам бы осмотреть комнату убитой. Здесь недалеко. Девочки проводят. Хорошенько там всё осмотреть. Ну что, а мы с вами давайте посмотрим документы. Какие у вас тут клиенты были? Ну что ж, похоже, в нашем театре новая пьеса. Хотя новая ли? Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что старик Вильям не для красного словца сказал. Весь мир театр. В нём женщины и мужчины. Всего лишь актёры. Всего лишь. В этом главный смысл. Потерянный, к сожалению, в большинстве переводов. Сколько человеческих драм, трагедий разыгрывалось передо мной за последнее время. Сколько спектаклей сыграно и сколько злодеев побывало на сцене моего мысленного театра. Раз уж настоящего театра меня лишили. И каждый раз я замечал, что все персонажи этих трагедий, решительно все, сами того не сознавая, фатально следовали предначертанным ролям. Вечные сюжеты повторяются на подмозгах жизни вновь и вновь. Как там сказано у «Экклезиаста»? Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Ну вот. Проходите. Вот комната Лизы. Тут все ее вещи. Все здесь. Да, можете посмотреть. А у нас, правда, здесь общая гардеробная. Хотите посмотреть? Да, вот там платье всякое. Пойдемте. Пойдемте. Вот. Проходите. Тут у нас платья разные. Сами понимаете, клиентов же много. Да, и... Так, что там у тебя? Ничего. Просто игрушка. Сюда давай. Давай. Говорю же, ничего. Просто кукла. Значит, ничего. Просто кукла. Ну кого безо мной? Значит, вы просто ей завидовали? Еще полгода назад вы были самыми крутыми девчонками. Но вдруг все изменилось. Лиза стала самой лучшей. И вы просто решили ее убить. Слушайте, а вы-то куда смотрели? Что? У вас тут дедовщина в честном виде. Я? Я вообще ничего не знала. Вы же подругами были. Чего молчить ее? Так, все, хватит молчанку играть. Собирайтесь. Нет. Нет, не надо играть. Я никуда не поеду. Я не хочу. Я никуда не поеду. Нет. Так молчать! Ты рассказывай. Я не думала, что так выйдет. Это... Лелька! Ты же сказала. Просто игра. Ну? Че молчишь-то, а? Твоя идея была. Да мы просто хотели ее наказать. Вон, куклу сделали. Зачем куклу сделали? В кино видели, что если так сделать, человек заболеет. Или вообще того, но совсем. А, ну сейчас понятно. То есть вы иголок в куклу навтыкали, а с Лизы ничего, да? Убить ее решили? Да это не мы. Мы в ту ночь были всю ночь в ресторане. С клиентами. Куча свидетелей. Вон Ирма знает. Ну, вы же подтвердите. Да. Подтвержен. Мы, конечно, терпеть ее не могли, но чтобы убивать по-настоящему, я на такое не способна, правда. И я. И я не способна. Значит так. Из города не уезжать, куклы изымаем. Распишитесь. Это ваши подписки, а не выезде. Интересное гнездышко. Главное, еще куклу иглами истыкали. Первый раз такое вижу. А когда фокус куклы не сработал, они решили ее убить, видимо, как-то так. А чертовы знаете. А может кукла ложный след? Ну, чтоб мы подумали, что они просто наивные дуры, а на самом деле наняли какого-то гастарабайтера. Да в любом случае это все надо проверять. Кстати, погибшая из Кирова, надо бы туда сделать запрос. Сейчас в контору приедем, сделаем. Ты молодец. Неловко их раскусила. Допрос отлично провела. Ничего, что я на это и пришел. Да я сама хотела предложить. Скажи, а что тебе в головку-то потянуло? Ну, все-таки не женское это дело. А женское какое? Сидеть дома супы варить? Нет, это не для меня. Вадик? Здравствуйте, Елена Арнольдовна. Здравствуй. А как мама? Я ее давно не видела. Да все в порядке, на даче. Кстати, познакомьтесь, это Аня. Аня, это Елена Арнольдовна. Очень приятно. Ой, а мне как приятно, детка. Ну ладно, я пойду, не буду вам мешать. Всего доброго. Мне кажется, она подумала, что у нас свидание. Да глупость. Я тебе говорю. Ну что, просим счет и давай я тебя подвезу. Ты где живешь-то? Далеко. Я, пожалуй, сама доберусь. Эмансипация, что ли? Так, может, и счет попало? А как же. Спасибо, что подвез. Вручноватый дворик у тебя. Как ты тут ходишь-то? Я опер. Я могу за тебя постоять. А, я и забыл. Ты у нас самостоятельная. До завтра. Лев Михайлович, простите. Очень жаль. А я вас ждал. Думал, может, что случилось. Помощь нужна? Нет, нет. Все в порядке. По сути, Лев Михайлович, я просто хотела сказать спасибо. Это действительно оказалось мертвая царевна и семь богатырей. Жертву отравила мачеха. Вы были правы. Иначе быть не может. Какой странный тип. Кто это? Лев Михайлович. Мой сосед. Мне пора до завтра. Жаль. Очень жаль. Да. Такая молодая. Жаль, что нет новых сюжетов. Не бывает. Так вы говорите, она была моделью? Да. Ее нашли в лесу у дороги. У нее не было одной туфли. Похоже. Работала в эскортагентстве. Дисциплина там, как в армии. Отношения? Сложные. Она была самая успешная из всех. Много было девушек? Ну, кроме нее еще две. Конечно, обе ее терпеть не могли. Упреки, зависть, даже колдовство. Привет, мой дорогой. Привет, привет. Ну, здравствуй. Мой сладкий. Слава богу, ты дома. Мам, мне вообще-то не 15 лет. Просто, я прошу тебя, ну, перед тем, как приехать, ты звони, пожалуйста, а вдруг меня дома не было. Ну, тогда бы и позвонила. Да, так я и думала. А что ты перебросил в нашу квартиру? Это какая-то настоящая холостяцкая берлога. Сюда невозможно пригласить поленечную девушку. Мам, ну, я вообще-то развелся не для того, чтобы в этот ум вот второй раз головой бросать. Я, между прочим, на даче сижу не для того, чтобы ты зря время терял. Вадик, пожалей ты меня. Я так хочу еще успеть внуков понянчить. Мам, не называй меня Вадик. Что-то приехала-то. Деньги кончились. А у нас с садоводствием банкоматы на грядках не растут. Алиби, как там у вас говорят. У нас говорят, не темни. Это кто бы темнил. Мне, между прочим, позвонила Елена Ранольдовна. А я все думаю. Да. Чего ж так быстро приехала-то? И правильно сделала. А теперь мы приберемся. Она что это? Угу. Кто она? Коллега с работы. Ну, она хотя бы красивая. Ну, что есть, то есть. Правда, у нее какие-то странные отношения с соседом. Значит, из эскорт агентства на обложку глянца. Стремительный карьерный рост. Видно, и здесь не обошлось без магии. Да, никто не знает, почему она вдруг так изменилась. Стал самой популярной. А две другие девицы ей ужасно завидовали. Ну, как же? Кто-то взял и превратил замухрышку в принцессу. Знакомый сюжет. Не знаю. Ну, как? Сестры, превращения. Три сестры. Вам в детстве сказки читали? Золушка. Конечно. Итак, злые сестры, золушка, мачеха. Значит, золушку убили сестры из зависти, так? Из зависти редко убивают. Есть другие методы. А если она застала их зачем-то? Увидела эту куклу, произошла ссора? Умри, тварь, гадюка. Калия, Калия, глаза, смея. Кого, Калия? Вы что тут делаете? Сейчас узнаешь. Девочка! Стоп! Халтура. Не сцена, а цирковая реприза. Опустите стул. И уберите с лица это зверское выражение. Чему вас только учили. Все, все неправда. Начиная со сценографии. Декорация, это не просто фон. Место действия. Это принципиально важно. И при чем тут дом мачехи? Бред. Золушка, как из кокона бабочка, пытается вырваться из этого дома. Это уже суть истории. Значит, Золушка не может погибнуть здесь, в доме. Она неубедительна. Значит, где-то есть ошибка. Не знаю, что делать. Подождите, но ведь она застала их. То есть нас. Зачем застала? В смысле, не зачем, а зачем. За каким занятием? Что такое увидела Золушка, чтобы сестры решили избавиться от нее? Золушка, вы что-нибудь этакое поняли? Нет. Вот, вот. И потом реквизит. Он же не берется с потолка. Он вытекает из логики действия, событий, я не знаю, поведения, героя. В данном случае из логики сказки. Что такое Золушка? Это превращение, волшебство. Простых предметов превращение в сказочное. Волшебство из подручного материала. Из тыквы, карета, лошади из мышей, кучеры с крысой и так далее, и так далее. Вот ведь в чем дело. То есть из того, что попадается под руку, значит и орудия убийства должны быть где-то под рукой. А коль скоро мы установили, что история происходит не в доме мачехи, а значит где? В лесу? Вокруг лес? Значит, как могли убить Золушку? Чем? Не знаю, палкой? Камнем? Камнем. Есть камень. На нем следы крови. А пробы грунта показали, что этот камень был взят с места обнаружения трупа. Значит, может быть, сестры заманили ее в лес и там убить? Вздор. Гулять по лесу в туфлях на каблуках. И потом, если бы она там потеряла туфлю, вы бы ее там и нашли. В сказке туфлю нашел принц. Совершенно верно. После бала. А какой может быть бал в лесу? Разве что корпоратив. Я совсем запутался. Да все понятно. Туфля у принца. Принц на балу. Как Золушка попала на бал? Фея. Вот именно. Найдите мне фею. И, пожалуйста, больше не опаздывайте. Вот, смотри, что я нашла. Вадим, есть зацепка. Вадим, тебе это вообще не интересно? Почему интересно? Ну, может, для начала ты мне ответишь на пару вопросов? Хорошо, только если в контексте моей стажировки. Конечно. У тебя очень странный сосед. Кто он? Лев Михайлович. Фамилия у него есть? Лев Михайлович Карманов. Карманов, Карманов. Это ведь известный режиссер. Он и тумбер. Как видишь, жив. Только он потерял свой театр. И теперь живет практически затворником. Ну, не мудрено. Он ведь, это, ну, псих. Совсем нет. Он удивительный. Он глубокий, интеллигентный человек. Не признанный гений. А все вокруг. Завистливые враги. Да? Почему признанный? Между прочим, во всем театральном мире. Ну, просто так сложилось. Так понимаю, к тому же он еще и великий детектив? Послушай, это такой метод. Присваиваешь кодовое название делам. Так проще. Ну, название сказок или любого литературного произведения. Мифов, легенд, что угодно. Важно, чтобы сюжет подходил под расследование. Ну, так можно с кем угодно обсуждать сделала. Не вдаваясь в конкретные детали. Только и всего. Ну, и какое вы название придумали этому делу? Золушка. Золушка? Ну, ну что, подходит? Ну, правда, у сестер алиби есть, так что... Сестры здесь ни при чем. Зато я нашла фею. Помнишь фамилию фотографа и журнала? У которого фотографировали Лизу. Конечно помню. Фотограф, стилист, Гордеев и... Имидж студия Игоря Гордеева. Вот адрес, поехали. Ну, если имидж стилист, это и есть фея крестная. Что-то у нее небогатый дворик. Ну да, район не слишком фишинобедный. Зато он придумал у Лизе новый имидж. Шикарная прическа, новое платье. Хрустальные башмачки. Так что для нее это был дворец. Ага. Или замок, да? О, смотри. Ходи, кто хочет, бери, что нравится. Раз приглашают, пошли. Что, труп? Да, не слава богу, живой. А запах явно не нектар. Посмотри, чем сейчас фея питается. Этот, походу, кушает виски. Какой? Двенадцатилетний. А, круто. Что здесь было-то? Ежегодный слет феи. Ладно тебе издеваться, смотри, кровь. Может, его избили? Да, я вроде целый, пьяный только. Надо разбудить его. Вадим, смотри. Это же наша Лиза. Да, фея, оказывается, еще и злой. Пошли. Наш фея проявляет признаки адекватности. Аккуратней. Пить. И тогда сестры, ее злая мачеха, стали еще больше ругать Золушку и нагружать ее работой. А почему? Они же не знают, что она была красавица на балу. Просто от злости. Они обидели, что принц танцевал не с ними. Вот гадки. А почему пап за нее не наступился? Ну, он тоже боялся свою новую жену. А почему он в Золушке совсем не друзей? А как же фея крестная? Один раз помогла, а дальше. Друзья так не поступают. Ты не шуми, а послушай, что будет дальше. Спасибо. Что вам нужно? Простите, читайте дальше. Я просто хотел сказать, что у вас очень умная и хорошая девочка. А ты не волнуйся. В этой сказке все закончится хорошо. И фея, может быть, на самом деле, не так проста, как кажется. Первый раз я увидел Лизу на вечеринке. Она стояла в полоборота, и свет падал так удачно. Ее лицо как будто светилось изнутри. Уважаемые друзья, я рад представить человека, который является хозяином сегодняшнего вечера. Георгий Борисович Рудаков. Пару слов, Георгий Борисович. Пожалуйста. Друзья мои, я рад приветствовать вас сегодня в этом замечательном зале. Все вы, наверное, знаете причину, по которой сегодня мы собрались. Девушка, вы знаете, что вы невероятно красивые? Спасибо. Как вас зовут? Елизавета. Давайте отойдем немного, а то здесь шумновато. Простите, пожалуйста, но я не одна. Нет, это не те бриллианты, которые висят у вас в ушах. Вы когда-нибудь задумывались о модельном бизнесе? Да. А я могу сделать из вас лучше. Поверьте, я это могу. Ну, что ж, поздравляю вас. Так она согласилась? Ну, кто бы от такого отказался. Я взялся за нее всерьез. Сначала создал ее новый образ на компьютере, а потом наяву. Но главное, это ведь не внешность. Главное, это было изменить ее мышление. Мне кажется, мне это удалось. У вас с ней был Роман, да? Почему был? Что с ней? Где она сейчас? Ну, я ведь понимаю, что что-то случилось. Лизу убили. Кто? Так мы вас хотели об этом спросить. Я ее не убивал. Зачем мне это? А что значит этот погром? С кем вы здесь сражались? Со своими иллюзиями, со своей глупостью. Елизавета, многие зрительницы смотрят на вас с белой завистью и поздравляют. Спасибо. Многие из них задаются вопросом, много ли нужно трудиться, чтобы в такой короткий срок достичь таких результатов? Ну, конечно, много. Нужно заниматься спортом, соблюдать особенную диету, не позволять себе лишнего. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я понимаю. А еще? Еще? Но это определенный момент удачи. То есть нужно оказаться в нужном месте в нужное время? Именно. Нужно, чтобы тебе просто повезло. Шуха дешевая. Восходящая тварь. Что? А вот делай, что хотела! Этого ты хотела, тварь! Этого! После всего того, что я для тебя делал, да? Подталкивай, да? На! Получи! 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 Ну, я смотрю, вы уже пришли в чувство, да? Давайте одевайтесь и с нами поедем. Куда? По дороге расскажем. Да, это она, Лиза. Господи, а за что? Так выводите его, сейчас плохо станет. Игорь Петрович, давайте уйдем. Ага. Сюда. Ну что, Паша, давай, рассказывай. Значит так, в течение суток перед гибелью потерпевшей была близость. Причем с двумя разными мужчинами. Вот так, золушка. Ну, а с фотографом что? Ну, я смотрел его беглую, как вы просили, аккуратную, чтобы не спугнуть. Но он вроде совсем и не спугался. Ты мне не про психологию, а о физическом состоянии клиента расскажешь. Как скажете? У Гордеева множественные порезы на руках, шишка на голове. Но я думаю, что это он сам приложился, когда пьяный падал. Так может, он все-таки с кем-то боролся? Да нет, это вряд ли. Кожных покровов под ногтями нет, костяшки не сбитые. Кольф-то анализ я у него взял, так что проверим. Но я думаю, что это не он. Паша, не факты нужны, думай там. Ну, а что факты? Да факты у него налицо. С большой долей вероятности, тот период времени, который вы имеете в виду, он вообще на ногах стоять не мог. Ясно. Ладно, давай. Наслаждайтесь. Значит, она вас бросила? Ушла к другому, да? Да. Когда это произошло? Два дня назад. Вы знаете, почему? Я сам совершил локовую ошибку. Только не сразу это понял. Я ведь сам познакомил ее с Пьером Лакомбом. Это кто? Неизвестный баришеский стилист-кутюрье. Где и когда? Неделю назад был банкет. Закрытие недели моды там были все. Лакомб сразу увидел Лизу. Они сидели, разговаривали, выпивали, смеялись. Лиз сразу забыл обо мне. Мы даже немного поссорились. А потом? Нет. Внешне все было как прежде. Мы продолжали работать над ее портфолио. Сейчас за мной приедут, и я ухожу. Прости. Лиза. Лиза! Лиза, она... Она какая-то особенная. Живая, свежая, непосредственная. У меня было много женщин. А в нее я и влюбился. Со мной такого раньше никогда не было. Когда она уехала с Лакомбом, я понял, что она стала как все. И что вы сделали? А ничего. Просто напился пошло, бездарно, банально. А вы все знаете, вы же меня там и нашли. То есть вы никуда не выходили? И все время были в своей студии? Да, но я... Я правда не все помню. А кто это может это подтвердить? Ну что вы, куда я в таком состоянии пойду? Конечно. Я Лизу не убивал. Гражданин Гордеев, вы задержаны по подозрению в убийстве. У вас нет никаких улик против меня. С таким же успехом вы можете обвинять Лакомба. В конце концов, это он видел ее последней. У Лакомбы не было мотива, а у вас был. Да я ее любил, вы что не понимаете? Так замечательный мотив. Вставайте. Вставайте. Молодцы, ребята. Оперативно сработали. Буквально сутки и есть реальный подозреваемый. Это очень. Очень хорошо. А то мне начальство все уши уже разжевало. Жуют и жуют, жуют и жуют. Дай им результат. Бутер, ешьте. Да нет, спасибо. Да, конечно, Гордеев у нас главный подозреваемый. Хотя... А что не так? Ревность это очень сильный мотив. Ладно, я сейчас займусь вашим Гордеевым. А вы свободны. Завтра встретимся, обсудим результаты и решим, что дальше. А из Кирова ответа нет. Надо бы родственников остановить и опросить. Пока не ответили. Ждем. Надо брать Лакомба. Если он вообще существует. Существует Жан-Пьер Лакомб, француз. Стилист, кутерье, имиджмейкер. Ла-ла-ла. Мать русской актрисы. Тут, кстати, полное досье. Кстати, он сейчас в Питере. Гостиница Бельвей. Так это на Васильевском. Поехали. Ты на часы смотрел. Мосты уже развели. Да и послал Вас, мсье Лакомб. И был бы прав. Нам только международного скандала не хватало. Лакомбом займетесь завтра. Ну, а теперь, когда фея с нами, сюжет начинает вроде бы проявляться. Хотя предложенная тракторушка слишком необычна. Смерть Золушки ломает. Ломает привычный канон. И в то же время понятно, что никто из персонажей, которых мы подозревали, не убивал Золушки. Сестры слишком глупы для этого. Мачехе это невыгодно. Она уже извлекла много пользы из перевоплощения Золушки. И намерена делать это и дальше. А фея? Ну, из ревности, например. Фея? А ну-ка. Может быть. Экутэ, Лиза, я уверен, что у вас будет карьер. Ну, вот эти места. Вы звезды. Да, я тоже. Особенно с вашей помощью. Я думаю, с начала вам предложить контракт на пять лет. Лиза! Нам пора. Езжай, я еще побуду. Лиза, ты не поняла. Тебе пора. Прощайся и идем. Ну, Лев Михайлович, простите. Ну, мне кажется странно, что мой герой на это хамство никак не реагирует. Да, может быть, Гордееву помордит, как следует. Вы француз. Вы богатый и влиятельный. Вы элегантный. Давайте без самодеятельности. И будем следовать логике персонажа. Ну, хорошо, хорошо. Так. Так. Позвоните мне, да? Я все решу. Это не только они тут читают. Ну, что это значит, а? Да пошел ты! Так, стоп. Мы зайдем. Вы не набираете, не набираете должного градуса. Немало! Нет, как представитель шоу-бизнеса вы проявили избыточную несдержанность. Но как ревнивому, пылкому, влюбленному вам не хватает энергии. Она падает вот здесь, вот здесь, вот на втором ряду, не дальше. Где ваша энергетика? Вы же горячий человек. Где ваш темперамент, в конце концов? Ну, я же добрая фея. Добрые всегда бесконфликтные. И потом, я же уже выпил пару порций своего любимого двенадцатилетнего виски. Тем более. Так, все, хватит! Давайте всерьез относиться к замечаниям режиссера. Иначе наши репетиции бессмысленны. Лев Михайлович, я просто хочу сказать, что мне кажется, что основная драма разворачивается в следующей сцене. Там у меня будет и темперамент, и страсть. Там я должен дойти до убийства. А здесь просто исходное событие. Извините, Лев Михайлович. Согласен. И вы правы, что они педалируете его. Ну, не знаю. А камень? Вам не кажется, что камень для феи, это какое-то странное оружие? Да это вообще бред! Откуда ему взяться, этому камню? Тем более, я не понимаю, нет никакой припосылки для его появления. Извините еще раз, Лев Михайлович. И я не понимаю. Да нет, не получается. Действия не складываются. Чего-то не хватает. Каких-то существенных деталей. Нам нужен принц. Ведь на балу, а это важнейшая сцена, Золушка знакомится с принцем, принц находит туфельку, это ключевая фигура. Ну да, принц. Есть еще другие персонажи. Вот именно. И пора с ними познакомиться. Мне нужны все персонажи. Все до единого. Занимайтесь своим делом. Спасибо, Лев Михайлович. Пожалуйста. Ну что, какие мысли тебя посетили этой ночью? Надо опросить родственников Лизы. Опрашивали уже по телефону. Они ничего не знают о московской жизни, Лиза. Я думаю, что это не так. Просто мы пока не знаем правильных вопросов. И мы не знаем никаких событий из прошлой жизни Лизы. Какие события? Модельное агентство? Или Лакомп с Гордеевым? Это полная ерунда. Тебе-то Карманов поведал, что ли? Если для тебя это так много значит, то да. А еще он считает, что мы до сих пор не знаем всех персонажей. По-моему, это важно. Все самое важное, чтобы Лакомп оказался на месте и никуда не исчез. На сегодняшний день он единственный реально подозреваемый. Так что давай я эти домусла оставил на потом. Хорошо. Только я осталась при своем мнении. Да ради бога. Придумывать из Карманова там чего хотите. Только меня уволь от этих рассуждений. Как-нибудь без них обойдусь. Сказочники. Ладно, прости, что-то я перегнул. Кстати, приехали. Еще раз, господа, вы абсолютно уверены, что месье Лакомп находится в опасности? Ну, а вы что думаете? Сотрудники уголовного розыска просто решили пошутить, да? Вот видите? Стучи! Месье Лакомп, откройте, пожалуйста. Месье Лакомп, откройте, пожалуйста. Давай, открывай. У тебя идти скажешь. Господи, что с ним? Ему что, плохо? Месье Лакомп. Месье Лакомп. Ну что, этот тоже пьяный? Это скорее мертв. Спецов вызывай. Время идет, эпохи меняются, а вечные сюжеты повторяются вновь и вновь. Меняются только трактовки. Что это? Бег по кругу? Или восхождение к совершенству по спирали? Не только ли в поисках новых форм для старого содержания заключается миссия? Великая миссия. Миссия художника. Нет. Творца. Ламца дрица, обца ца. Вопросы без ответов. Ответы без вопросов. То есть его убили еще до убийства Щербакова? Интересный поворот. Я бы даже сказал разворот. Его сначала сильнее избили, а потом задушили. Так что, наслаждайтесь. При этом бумажных ценных вещей не взяли. Да. Вадим, ты думаешь, это Гордеев? Возможно. Ревность сильный мотив. Пошли на два слова. Заодно окрестно с тебя смотрим. Скажи мне, если Гордеев убил и Лакомова, и Щербакова, почему он не сделал этого сразу в гостиничном номере? Зачем он девушку-то за город тащил? Ну, скажем, хотел поговорить с ней, попытался вернуть. Щербакова ему отказала. Ты это ищешь? Именно. Вообще, безопасность у нас на уровне. То, что произошло, случай исключительный. У вас труп в номере больше суток пролежал. Никто даже не пошевелился. Ну, вот как вы можете это объяснить? На дверях табличка висела, не беспокоить. Вот никто и не беспокоил. А это кто? Господин Лаком? Да, я его уже здесь две недели наблюдаю. Плэйбой, чертов. Что не вечер, новая девица. Так, ну здесь-то он один. Значит, Лизы с ним не было. Давайте дальше. Так, подождите, стоп. А это кто такой? Ну, это явно не Гордеев. Ну-ка, покажите, как он выходит. Так, стоп. Да, это не Гордеев. Вы этого человека знаете? Может, кто-то из персонала? Нет. Никогда его не видел. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Повернулись. Стоп. Стоп, фонограмма. Свет, пожалуйста. Друзья мои, не склеивается. Должен быть бал. А у нас какое-то свидание в номерах. Я понимаю, сказка это условность. И многое в театре условно. Но только не бал. Это ключевая сцена. Я уже говорил. Это встреча с принцем. Все превращения Золушки не имеют смысла без этого. А значит, вся история не склеивается. Не знаю, что делать. Бал должен быть настоящим. А если его нет, то ничего нет. Пойдем от обратного. Если это не бал, значит, вы не принц. А тогда кто же я? Вы Герольт. Какой Герольт? Вы незначительный второстепенный персонаж, возвещающий о предстоящем бале. И никак иначе. А вот Золушка вовсе не скромное невинное существо, а девушка с опытом. Ибо уже вступила с вами в связь до встречи с принцем. А вы, по сути, пытаетесь занять место принца в сказке. Зарвались, дорогой мой. А это чревато. Можно поплатиться головой. И я не удивился бы, если бы ваш персонаж казнили. По-моему, так сложно. По-моему, очень просто. И предельно ясно. Алло, Анна? Лев Михайлович, а если Лакомп не принц, то кто? Герольт. Обычный герольт, лошадый. Которого никто из зрителей не помнит. Да это и не важно. Сейчас нам важно найти принца. Только он может пролить свет на обстоятельства трагедии. Допросите, в конце концов, этого Лакомба. Что он там скажет? Это невозможно. Он убит. Что? Когда? За несколько часов до Лизы. Это была наша последняя ниточка. Черт возьми. Поразительно. Я был ошеломляюще прав. Так, тем более, нам сейчас нужен принц. Паш, скажи, время убийства Лакомпу подтвердилось? Да, где-то около восьми вечера. Ну, плюс-минус два часа. Значит, на шесть часов раньше, чем была убита Щербакова. Да, он прав. Что? Экспертиза по Гордееву готова? Да, конечно. Прошу. Так, указанный следствием, период времени, концентрация алкоголя в крови равнялась 3,4 промилле. Что исключало возможность физической активности. То есть, в момент убийства Щербакова он был пьян? Да не то слово. Я думаю, что на ногах я ли стоял. Алиби. Гордеева надо отпускать. Ну, это уже вам решать. И, кстати, я снял пригодные пальчики в номере Лакомба. По нашей базе пробил, ничего нет. Так что буду выискать по нам делам. Хорошо, спасибо тебе. Наслаждайтесь. Слушай, а если на видео исполнить? А Гордеев, заказчик убийства и Лакомба, и Лиза? Вполне себе версия. Только на Гордеева у нас ничего нет. Можно на него повесить наружку. Если он заказчик, рано или поздно с киллером встретится. Не обязательно. Если это действительно он, то он хитера осторожен. А если нам пообщаться со всеми этими тусовщиками? Ну, приятелями Гордеева. Покажем фотографию убийцы. Вполне возможно, что кто-то из них видел этого парня. Как ты думаешь? Можно попробовать? В общем, сегодня одно пафосное мероприятие. Я достал два приглашения. Идем? А я зачем? Я один там буду выглядеть. Ну, как сыщик. Слушай, мне нечего найти. Начинается. Ну, да не, ну просто я терпеть не могу эти сборища. А кто их любит-то? Работа превыше всего. Начало в девять. В восьми за тобой заеду. Успеешь собраться? Ты куда? Собираться. Гражданин Гордеев, вы освобождаетесь под подписку о невыезде. Из города не уезжайте. Возможно, вы еще понадобитесь. Хорошо. А вы нашли того, кто Лизу? Не только Лизу. Тот, кого мы ищем, убил еще и Лакомба. Что? Лакомб. Убит той же ночью, что и ваша подруга. Убийца засветился на видеокамере. Кстати, гляньте. Вы когда-нибудь видели этого человека? Нет, не видел. Отлично выглядишь. Мы, кажется, едем работать. Разумеется. Господи, сто лет никуда не выезжал. Итак, Герольт убит. Золушка убита. Принц неизвестен. Фея показала себя не с лучшей стороны. И при всем этом явно есть еще кто-то, кого мы не учили. Кто бы это мог быть? Задворничество явно не способствует процессу мышления. Пора. Пора отправиться на поиски смысла и истины. Продолжение следует... Может, потанцуем? Спасибо, но... Но Аня обещала первый танец мне. А второй? И второй, и третий, и все остальные. Так что извините. Помните, один звонок. Слушай, вообще-то мы сегодня не танцевать пришли. Я его сейчас верну. КОНЕЦ КОНЕЦ Крыса. Крыса. Ну, конечно, крысы. А вот кого не хватает. Человека из подполья, из прошлого. С кем вместе выросла, кого не замечала, кого знала до того, как все это началось. Ну, по работе результат нулевой, зато вечер был очень приятный. Спасибо тебе. Пока. Послушай, я что-то... Я так устал, у меня аж глаза слепаются. Может, нальешь мне чашку кофе? Клянусь, выпью кофе и сразу уеду. Ну, вдруг за рулем сну. Только чашечку кофе. Ну, конечно. Пошли. Анна! Я, наконец, нашел недостающее звено. К стыду своему я упустил одного из персонажей. Крыса! Понимаете? Нет. Крыса, которую фея превратила в кучера. Пойдемте! Пошли. Анна! Вот, кто приведет нас к принцу. Из всех оставшихся персонажей только кучер знает, где проходил бал. Кучер? Фея превратила крысу в кучера, точно? Да, конечно. Вы кто? Что вам нужно? Уходите отсюда. Лев Михайлович, это Вадим, мой коллега. Он со мной. Анна, я же просил. Никого посторонних. Лев Михайлович, ну, просто все случилось так быстро и неожиданно. Ну, не стоять же ему на лестничной площадке. Ну, в самом деле. Ну, Лев Михайлович. Хорошо, проходите. Только чтоб не звука. Помните, я не желаю вас ни видеть, ни слышать. Вы поняли? Лев Михайлович, ну так что там про крысу? Да-да, сейчас. В нашей истории должен быть человек из прошлого, Лиза. Крыса, влюбленная в Золушку и получившая шанс поведать ей о своей любви. Лиза? Коля, ты! Стоп, 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 что происходит? Что вы делаете? Голубушка, она вырвалась из провинции. Она пробивает себе дорогу в Петербурге. Изо всех сил, всеми средствами она строит себе карьеру. Расчетливо, жестко, цинично. Это провинциальное прошлое для нее, страшный сон, который она всеми силами старается забыть. Вы это понимаете? Да. Если это понятно, начнем еще раз. Пожалуйста, прошу. Лиза! Ты откуда здесь? Я приехал в Питер, чтобы найти тебя и привезти домой. Я нашел тебя, теперь мы едем домой. Что? Ты с ума сошел, я никуда не поеду, оставь меня в покое. Лиза, Лиза, я люблю тебя. И всегда люблю. И ты, и ты тоже любишь меня. Мы же поклялись. Что? Какие клятвы, Коля? Ты с ума сошел? Это было в прошлом. Влюбленный мальчик, влюбленная девочка. Все, этого больше нет и не будет. Никогда. Лиза, Лиза, послушай, вот он я. Я приехал за тобой. Я прошу тебя стать моей женой. Давай уедем домой. Будем жить нормальной жизнью. Работать будем, детей родим. Это и есть настоящая жизнь. Обычная, как у всех. Коля, ты понимаешь, что ты несешь? Жетче! Коля, ты понимаешь, что ты несешь? Какие нормальные люди! Жить в нищете и вон, плодить такую же нищету? Я этого не хочу. Я хочу нормальной, настоящей жизни. Да из тебя здесь шлюху сделают. И не важно, что ты там на бложках всяких будешь и в ящике. Ты просто по рукам пойдешь. Слушай, вали отсюда. Вали в свой Киров. Я сама разберусь, как мне жить. Понял? Ладно. Прижмет, сама прибежишь. Думаю, такой диалог состоялся у Золушки и Крысы. Главное здесь то, что Крыса, превращенная в человека, получила шанс поведать Золушке о своей любви. Крыса влюблена в Золушку? Смелое предположение. Так кто убийца-то? Крыса? Ну, то есть, кучер? То есть, его Гордеев нанял? Вы обещали молчать. И не сдержали обещания. Уходите. Лев Михайлович. Уходите оба! Вон! Ты понимаешь, что своими сказками он тебе голову морочит? Ну, а ты-то что полез со своими вопросами? У нас дело об убийстве. При чем тут какой-то сумасшедший гений? Между прочим, идею он подал хорошую. Какую? Про крысу? Ну, да. А что, если это действительно какой-то старый знакомый лизы из прошлой жизни? А что, если нет? Это все гипотезы. Подкрепить их нечем? Ой, ладно. Все. Давай до завтра. Подожди. А кофе? В следующий раз. Стоп! Укрепни! Сорок третий регион. Киров? Киров? Точно знаю. Вот черт. Как же я сразу не догадался наружной камеры посмотреть? Портрет подозреваемого получил и не стал дальше копать. Ладно. Лучше поздно, чем никогда. Привет. Привет. Извини. Ну, я смотрю, уломаешь голову, что связывают лакомба и убийцу, да? А у тебя что, есть ответ? Конечно, есть. Смотри. Убийца приехал следом за лакомбом на машине с кировскими номерами. Добрый день. Что будете заказывать? Да, я бы, наверное, тоже кофе выпил. Спасибо. А Лиза приехала... Из Кирова. Правильно, вот тебе и связь. Осталось установить владельца машины в Кировском ГИБДД. Звони Локтеву, пусть пробьет. Алло, Саныч. Ваш кофе. Да, слушай. Можно через Кировское ГИБДД пробить хозяина одной машины? Да, номер Анна, 520, Рудольф, Рудольф, 43. Да, срочно. Спасибо, до вас ждем. Ну и что, кто был прав? Вот тебе и кучер. Просто совпадение. А что ж ты утром бросился проверять видеозаписи камер наблюдений? Я бы и так это сделал. А что ж ты тогда не сделал? Момент выжидал. Самое главное, это результат. Кстати, насчет Карманова. Ну, неправильно все это. Разглашаем оперативную информацию, черт знает кому. Вадим, ты опять? Ладно. Не, я, конечно, согласен, что из всей этой фантазии можно что-то извлечь. Но ситуация это не меняет. Алло. Да, записываю. Морев Николай Павлович. Житель Кирова. Саня, что ты гений. Слушай, а можно определить его местонахождение? Да, давай. Что с местонахождением? Пока неизвестно, но обещали установить. Ну, понятно. Придется ехать в Киров, да показывать родственникам этого кучера или какого-то. Ну, в общем, его. Зачем ехать? Все родственники здесь. Как здесь? Завтра похороны, я узнавала. А родственники решили кремировать Шербакова. Так что завтра все будут на прощании. Простите, пожалуйста, вы Лизу Шербакова провожаете? Лизоньку. Здравствуйте. Старший лейтенант Старцева, капитан Смолин. В первую очередь, мы бы хотели выразить вам свои искренние соболезнования. Не трогайте вы ее. Ей сейчас не до вас. Извините, а вы Лизе кто? Дядька ей. Возможно, вы сможете нам помочь. Вы знаете, кто это? Да как же. Это Колька. Лизкин, бывший жених. Вы уверены? Они с детства дружили. Когда Лизка в Питер собралась ехать, Колька уж как и отговаривал. Не отговорил, не смог. А если бы отговорил, была бы живой девчонка. Ради Бога, простите нас. А как у Кольки этого фамилии? Где мы могли бы его найти? Морев его фамилия. А как найти его? Без понятия. Водназад он в Питер уехал, чтобы Лизку разыскать. А больше я. Ну, ничего не знаю. Я пойду. Может, мне защитить? Да. Простите нас. Еще раз наши соболезнования. Ну, что, все срослось. Ты была права, эта история из прошлой жизни Лизы. Поведали нам о ней ее родственники. Обещаю, что впредь буду прислушиваться к твоим суждениям и, как говорится, безоговорочно их выполнять. К слову, это была идея кармана. Ну, тем более. Интересно, как зарабатывает этот Морев? Ну, скорее всего, частным извозом. Проще говоря, бомбит он же кучер. Ну, так нам его не найти. Можно пробить по базе временного регистрации. Можно, конечно, но шансов мало. Ну, и где номера домов-то? Ну, это должно быть где-то рядом. О, это наш план, смотри. Здесь? Ну, да. Видимо, здесь не только Морев зарегистрировано, а еще куча народ. Зря только приехали. Не смейся, Лиза. Не смейся! Стоп. Стоп, стоп. Стоп. Что это? Это не Золушка, это какая-то беспреданница. Не доставайся же ты никому. Вы кучер, а не Карандышев. У вас совсем другая роль. Извините, увлекся. Так надо не увлекаться, а следовать логике поступков своего персонажа. И текст учить, кстати. Даже Сара Бернар не позволяла себе таких импровизаций, как вы. А у вас, вон, я даже записал, вот куда вас занесло. Убью? Моя или ничья? Ваша партнерша чуть не умерла от смеха. Представляете, что с залом будет твориться? Крыса-убийца. Так в том и дело, Лев Михайлович, ну я не понимаю логику своего персонажа. Ну если ревность, тогда застал, налетел, бац, два трупа. А то эту в лесу, того в гостинице. Я не понимаю. Вот и я не понимаю. Уезжаешь все-таки? Да, Антонина Федоровна, уезжаю. А чего ж ты так это на ночь-то глядя? Ну переночевал, а утром уж. Ничего. Мне ночью даже привычно баранку крутить. Ну а ты на время едешь именно совсем. Не знаю. Там видно будет. А с квартиркой что мне делать? Попридержать или другому жильцу сдать? Сдавайте, Антонина Федоровна. Сдавайте. Гражданин Мурев. Да. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Какой разворот. Ярчайший пример того, как, открывая и предъявляя миру новую трактовку, художник превращает в потрясающую драму. Самый банальный сюжет. Тут уже все перевернуто, все по-другому. Привычные каноны смещены. Вы посмотрите. Золушка холодная расчетливая стерва. Фея эгоистка и собственница. Мачеха не только не мешает успеху своей пачерицы, напротив, она извлекает из нее выгоду. Все перевертыши, все по-другому. Каноны отброшены. Значит и крыса не может быть злобным и жестоким существом. А принц воплощением света и добра. Ибо это противоречит новой трактовке образов главных героев. Получается, убийца принц? Иной версии у меня нет. Пять-семь минут подержите руку в таком положении. Потом можете снимать. Все? Как можно быстрее сделай, ладно? И лакомбы проверим. Так точно. Ну, что вы на это скажете? Все улики против вас. Пробы крови точно покажут, что вы совершили убийство лакомбы. Да не напрягайтесь вы. Я не собираюсь забираться. Лизу убили, и теперь мне все равно. Мы вас слушаем. Я любил Лизу. Мы даже собирались пожениться. Но она решила по-другому. Может быть, все-таки передумаешь? Коль, ну не надо об этом. Мы с тобой уже миллион раз об этом говорили. Ты мне лучше удачи пожелай в Питере. Ты мне звони почаще, хорошо? Я тебе буду звонить каждый день. А когда устроюсь, я тебя вообще себе заберу. Поедешь? Я ж поеду. Вообще не понимаю, как я здесь жить без тебя буду. Ну? 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 Перестань. А то я вообще разрываюсь. Пойми, мне надо ехать. Надо. Ты уж потерпи тут как-то без меня. Ладно. Питер. Начинается посадка на скорый проезд номер 27 Кировск. Не надо, я сама. Не провожай меня. А то разрывусь. Хорошо, Лиза. Тогда счастливо. Звони почаще. И ты мне. Короче, она уехала. Сначала звонила, как обещала, почти каждый день. Потом пару раз в неделю. Потом раз в две недели. А потом совсем перестала. И трубку перестала брать. И вы поехали в Питер. А что мне оставалось делать? Я же не знал, что с ней происходит. Он по телеку про Москву и Питер всякую жуть показывает. Может, она к козлам каким попала. Эти проституцией заниматься заставляют. В общем, сел в тачку и поехал в Питер. Ну, комнату снял. Стал на машине бомбить понемногу. И ее, конечно, искать. И как ты ее искал? По-разному. По модельным агентствам с фотографией ее ходил. Она же моделью стать хотела. У таксистов спрашивал. Может, подвозил кто. Среди проституток даже высматривал. Ну, все впустую. Потом, правда, повезло. Нашел ее. Ну, не ее, а экскорт-агентство это. И что? Пытался уговорить, уехать. Бросить все. Выйти за меня. Забыть Питер. Но она просто послала меня. Тогда я решил ждать. Быть недалеко. Чтобы, когда ее совсем прижмет, увезти домой. Она сначала к фотографу своему пошла, а потом с французом этим уехала куда-то. На вечеринку, наверное. Я остался ждать неподалеку. Там стоянка небольшая такая. Смотрю, тачка едет. Ну, французы этого. Я за ними. Подъехали к гостинице. Он один выходит из машины и в гостиницу. Но тут мне голову и сорвало. Стою на этаже. Не знаю, где этого француза искать. Вдруг он сам дверь открывает и что-то на ручку вешает. Я туда. Где его влекла? Где Лиза? Что, скинь? Не сама палка! Сказала, Лиза где? Заткнись! 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 Себя пришел, француз уже не дышал. Как из гостиницы вышел, не помню. В машине сижу, в голове пусто. Ни одной мысли. Ты только крутится. Лизку спасать надо. Лизку... Надо спасать. Ну, в общем, я к поселку этому и поехал. Лиза! Лиза, спор! Спор, я пожутил! Лиза! 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 Быстрее! Коля, ты откуда тут? Ладно, неважно. Поехали, пожалуйста. Кто это было не разглядел? Темно там было. Продолжай. Вот, черт, я туфли потеряла. Ты очень вовремя тут Коль появился. Чего тебе с ним? Проблема? Да у меня, походу, вообще проблемы. Ты прав был, Коль. Заигралась я что-то. Надо подумать. Вот и хорошо. Мы куда едем, а? Домой. Как это? Куда? Киров. Ты серьезно? Какой Киров? Останови машину. Зачем? Ты же сама сказала, что я прав. Ну, не до такой же степени. Останови машину. И вообще это тебя не касается. Лиза, послушай. Я люблю тебя. Ты перешла черту, но дальше будет только хуже. Здесь нельзя оставаться. Останови машину, я тебе сказала. Иначе я на каждом посту буду кричать, что ты меня похитила. Останови машину, я тебе сказала. Лиза, опомнись, опомнись, пока не поздно. Это все, это все ненастоящее. Уедем вместе, будем жить, слышишь? И забудем этот Питер, как страшный зон. Ты идиот блаженный. Ну, при чем ты, твоя настоящее, ненастоящее? У меня здесь все будет. Карьера, успех, деньги. На, только руку протяни. У меня здесь жизнь будет настоящая, понял? Вот это твоя настоящая жизнь? Или вот этот дебил, который за тобой гнался? Вот это настоящее? Да я лучше сдохну, чем в твой Киров поеду. Да пропади ты пропадом, шлюха. Вот так все и было. Француза этого я придушил. Вопросов нет. Но Лизу, Лизу я пальцем не трогал. Вы что хотите, делайте. А я на своем стоять буду, слышите? Не трогал я Лизу. Это вы его найдите и ищите его. Найдите его, да. Лизу я не трогал, слышите? Не трогал я Лизу. Не убивал я ее. Слышите? Не трогал я ее. Перекинь номера Локтеву, пусть пробьет. Да Брянцева эта машина. У него в тот день учеринка была, до утра гуляли. Ну, привет. Где вас носят? С утра дозвониться не могу. Да мы изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения на въезде в поселок. Где Моря в засаде сидел? Через несколько минут на территорию выехал джип. Вам удалось номера пробить? Не только. Машина принадлежит Брянцеву Игорю Георгиевичу. Это мы знаем. А кто он? Сынок богатенького лица промышленника. Мажор одним словом. Но! Главное. Среди прочего, он совладелец журнала «Гризли». И вот тут-то закуску самая сладкая. Коллеги помогли пробить. Лакомб был вторым совладельцем этого журнала. Значит, Лакомб привез Лизу к Брянцеву, оставил и уехал. Надо Брянцева брать. Да подожди ты, брать. Там свора адвокатов. Папашка богатенький. А что у нас на него? На месте убийства Лизы он наступил на кровь. Ну? Испачкал лобовь. Вот. Так он тебе ботинки давно выбросил. Машин тоже выбросил? Ну, у него наверняка в машине ковры постелены. Ни одна химчистка крови до конца не очистит. Надо брать его. Вы уверены, что вам это надо? Ну, чтобы я с вами поехал. Абсолютно, гражданин Брянцев. Так что, время не тяните. Ну, смотрите. Только я терпеть не могу, как у меня в ногах ползают. Умоляют простить. Так что даже не пытайтесь потом. Ладно, сейчас завякну адвоката и выдвигаемся. Ну, как вы попали, а? Как попали-то? Сюда идут еще три моих адвоката и мой отец. А вы, кажется, не знаете, что может мой отец. Один адвокат уже здесь. Я думаю, мы можем начинать. Вы готовы отвечать на наши вопросы? Спрашивайте. Вы знакомы с Лизой Щербаковой? В тот вечер познакомились. Ее лаком привез. А до этого вы никогда не встречались? Нет. И она никогда не сидела в вашей машине. Я же сказал, мы только в тот вечер познакомились. Вот здесь подпишите, пожалуйста. Минутку. Это можно подписать. Благодарю. Во дворе вашего дома мы нашли туфлю Щербаковой. Она что, спасалась от вас бегством? Понятия не имею, от кого она там спасалась. На куврике ваша машина обнаружена у запекшегося крови. По группе аналогично крови Лизы Щербаковой. Мы, конечно, можем сделать генетический анализ, только зачем она так все есть? Да, при этом вы только что показали под подпись, что Лиза никогда не сидела в вашей машине. Откуда мне знать, что там кровь? Да нет, вы знаете. Вы наступили в кровь, а потом на ботинках перенесли эту кровь в машину. Ботинки мы изъяли, вы, конечно, тщательно помыли, но вам это не поможет. А вот это хрен вам. Ботинки-то я выкинул, вы их не найдете. Ну вот, практически чистосердечное признание. Хочешь, я расскажу, как все было? А ты меня поправишь, если что. У тебя прекрасные данные, Лиза. Я думаю, на девушке месяца мы не остановимся. Неужели я стану девушкой года? У тебя будет все. Париж, подиум, лучшие кутерей я обеспечу, и Пьер поможет. Это моя мечта. Я знаю, в Париже несколько истинных ценителей красоты. Если ты с ними будешь ласково так же, как со мной, то мечта станет реальностью. Игорь Григорьевич. Просто Игорь. Игорь, давайте лучше выпьем. Выпьем. Давай, конечно. За Париж. За Париж. До дна. Лиза. 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 Лиза, скоро. Лиза. 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 И разозлился, вернулся домой, еще накатило. Потом она позвонила. Ну, почти. Здесь. Алло. Алло. Кто это? А, Лиза. Ну и где ты? А, сейчас буду. Какой ужас какой-то. Боже, я не хотел. Я, я, я правду не хотел, я, ну, я пьяный был. Я под наркотой. Лиза. Лиза. Чего ж ты, Лиза? Игорь, помоги. Чтоб ты меня потом сдала? Чтоб, репетиция окончена. Свет, пожалуйста. Можно всех на сцену? Ну что, друзья мои, поздравляю. Спасибо вам за труд. Мы славно поработали ваш подход к работе над ролью. Помог разобраться в этой необычной трактовке. У нас все сложилось, получилось. Спектакль готов. Жаль, конечно, что автор выбрал именно такой финал. Но что делать? У нашей пьесы Самый несговорчивый Из всех авторов. Сама жизнь. Итак, репетиции окончены. Все? Успехов! Лиза Михайловича, я хотел сказать спасибо. Вы действительно были правы. Ну, извините, что я слегка… Извиняю. Это вам урок. Не судите категорично о том, чего не понимаете. Девочку все равно жалко. Не повезло нашей Золушке. Не повезло? Пожалуй. Не повезло. Хотя первый шаг в сторону от классического сюжета сделала именно Золушка. Она стала мечтать не о любви, а о короне. Тем самым изменила ход пьесы. Сказка пошла совершенно в другую сторону. Грустная получилась история. Впрочем, возможно, это дань времени. Понимаем. А-а-а. Здравствуйте. 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 Да вот, дамочка тут требует, чтобы мы дверь скрыли. А на каком основании? Она тут не прописана, с хозяином квартиры не расписана, формально она вообще ему не жена. Какая разница, жена или не жена? Его с пятницы нет дома. Да, это его квартира. Он здесь раньше жил, пока мы не сошлись. Понимаете, никогда не было такого, чтобы он пропадал, либо не отвечал на телефонные звонки. Поэтому я прошу, чтобы вскрыли дверь. Вы успокойтесь. А если все в порядке, вы готовы взять на себя ответственность за последствия? Ну да, конечно. Хорошо, тогда открывайте. Ну что стоишь, открывать давай. Вот, проходите. Пойдем. Стоять, стоять! Ничего не трогаем. Не было никого. Я же вам говорю, не было никого. А вы уверены, что видели всех, кто в пятницу входил в подъезд? Я не охранник, я консьержка. Мне позвонят, я отпускаю. А у кого ключи или вот напрямую жильцу звонят, те сами проходят. Но вы же все равно видите всех, кто входит. Я не пришитая, я ведь могу и отойти. Но кто-то в тот день приходил? Что, за целый день? Ну я не знаю, но кто-то неизвестный, кто-то в квартиру к Любимову приходил? А, в сорок третью? Кто-то туда приходил? Нет, не приходил. Гражданка Костицына, мне кажется, вы что-то скрываете. А что мне скрывать? Значит так, к Любимову никто не приходил. Если кто-то пришел, я бы видела, и я бы запомнила, и вам бы все сказала. Опаздываем? Да я это… Что у нас тут? Привет. Привет. Ну что, рассказывай. Значит так, огнестрел, выстрел был произведен примерно с расстояния в метр. Ствол здесь? Нет, оружия нет, но я извлек пулю, так что работа для баллистиков будет. Ага. Личность установили? Да, это хозяин квартиры, Артем, Любимов. У меня на него ничего нет, я по соседям прошелся, тоже ничего. Ага. Ну, судя по квартире, мужик-то не из бедных. Как ты думаешь, Паш, заказное? Ну, похоже на то. Да, порядок в квартире идеальный. Да, и следов борьбы никаких нет, и следов обыска тоже. Значит, Нерзнадий пришел, убил и ушел. Кстати, ты там какие-то проверял? Да, проверял, у меня все повреждения никаких нет. Проверь еще на подбор ключей. Сделаю. Спасибо. Артем недавно ко мне переехал. Это его квартира. Он… Ему нужно было забрать здесь какие-то документы по работе, и еще здесь была назначена встреча. Он использовал эту квартиру как офис? Нет. Офис у него был отдельный. Здесь он встречался с партнерами. Неформально. Зачем? Ну, он говорит… Он говорил, что эта обстановка располагает к доверию. А доверие – это главное в бизнесе. А какой у него был бизнес? Несколько магазинов по продаже сантехники и торговая… опытовая торговля. Скажите, Артем сам водил машину? Нет. Он… только иногда. Для удовольствия. Он ездил всегда с водителем. Потому что пробки и мог сделать кучу дел еще в машине. А вы знали его водителя? Сережа? Да. Сергей… Сергей Бордович. Он был и водителем, и охранником. Охранник? А он чего-то боялся? Угрозы были? Нет. Насколько мне известно, нет, не было. Вы успокойтесь. Да. Успокойтесь. Спасибо. Скажите, а зачем тогда ему охрана? Ну, он говорил от шпаны… В общем, Сергей, он бывший военный. Он служил по контракту в этих горячих точках. А вы кого-нибудь подозреваете? Нет. Нет. Артем, он был прекрасный человек. Он… Я не понимаю, как, зачем и кому. Я вообще буду убивать его. Ой, простите, пожалуйста, извините. Все в порядке. Ничего, ничего. Все, все. Я понимаю. Вот черт. Больно? Да нет, колготки серпора. Ну, ничего страшного. Езжай домой, переоденься. Нет времени, ладно, так буду ходить. Давай, оделю. Че думаешь? Ну, че думаю. Обычная холостяцкая квартира. Тебе видней. Жена говорит, что он ее добивался несколько лет. А для бабника долгие ухаживания нетипичны. Тебе видней. Послушай, ты… Ты можешь вести разговор, ну, не так однообразно? Да я просто хочу сказать, что если бы это была холостяцкая квартира, то жена была бы не в курсе. А она точно знала, где искать своего мужа. Ты думаешь, она его убила? Ну, это нельзя исключать. Надо проверить ее алюби. Надо выяснить, с кем он тут встречался в пятницу. Ладно. Ну, давай. Я на работу, а я к водителю. Подожди, подожди, подожди. А почему не наоборот? Простите, пожалуйста. Наступила на ваше мужское самолюбие. Конечно, вам решат. Так кто к водителю? Конечно, я. И давай вот без сарказма. Давай, иди уже. Иду уже. Присаживайтесь. Благодарю. Итак, когда вы видели Артема Любимова в последний раз? Здесь в пятницу. Примерно в обед. Нет. Точнее, не вспомню. Он сказал, что у него деловая встреча и уехал домой. А он часто проводит деловые встречи у себя дома? Не знаю. Он директор. Он встречался с клиентами где хотел. А с кем он в пятницу должен был встречаться? Не знаю. Он мне не докладывал. Сказал, деловая встреча на старой квартире. И все. Встреча на квартире. Не показалось это странным? Нет, не показалось. Если есть квартира, почему бы в ней не встретиться? Как у него складывались отношения с коллегами? Да по-разному складывались. Как у всех. Если вы хотите спросить, много ли у него было врагов, то, наверное, хватало. Что вы хотите этим сказать? А то, что Артем был человеком, который добивался всего, чего хотел. Иногда шел по головам. Вы можете назвать какие-то конкретные имена? Да взять хотя бы меня. Я все эти годы ждал, пока Артем сделает меня своим партнером. Но нет. Я всегда был на вторых ролях. Хотя делал все я. А вон так. Общее руководство, стратегия развития. Значит, вы с ним не ладили. Не ладил. Ну и резать курицу, которая несет золотые яйца, я бы тоже не стал. А вы не видели того, с кем он должен был встречаться? Нет. Он меня раньше отпустил. Сказал, чтобы я к шести за ним приехал. А туда мы приехали без четверти час. Это я сразу заметил. Армейская привычка. И что? Ну что? К шести вернулся. Постоял, подождал, никто не вышел. Я позвонил. Гудки шли, но трубку никто не взял. Я поднялся в квартиру. Позвонил, опять тишина. Ну и я и уехал. А такое бывало раньше, что он не выходил или трубку не брал? Да. Несколько раз он освобождался раньше. И не дожидаясь меня, уезжал на такси в офис. Поэтому я ничего не заподозрил. Да и в пятницу было, мало ли. В смысле? Ну, может отдохнуть решил, а ехал куда-нибудь. А. То есть вы считаете, что он встречался с женщиной? Почему сразу с женщиной? Он ведь с Анастасией Олеговной жил. И больше женщин у него не было? Я его возил только с Анастасией Олеговой. Скажите, а где вы были в пятницу примерно с обеда до вечера? Здесь. Спросите у кого угодно и все вам подтвердят. Непременно спросим. Если вспомните что-нибудь еще, позвоните нам, пожалуйста. Обязательно. Ну, зачем зал? Сюрприз. Смоль, ты обалдел? Мы с тобой не в всех отношениях, чтобы ты… Слушай, да брось ты. Мы же напарники. Я бы это сделал. Для любого напарника. Колготки купил? Ну а чего? Помогай в трудной ситуации. Держи. Ладно, пошли работать. Как знаешь. Подожди, ну-ка. Размер какой? Твой. Ничего себе, ты как. На глаз. Ладно, иди к локтям. Он там что-то нарыл. Я переоденусь и приду. Да, за колготки деньги верну. Конечно, конечно. Простите, пожалуйста. Начнем. Вон. Итак, ваш убиенный личность очень интересная. Значит, во-первых, был судим за превышение необходимой обороны, получил шесть лет, три отбыл, освобожден по УДО. Но судя по сроку кого-то грохнул, да? Превышение вещь скользкая. Спокойно мог таким образом уйти от статьи за убийство. Интересно, кого он? Надо запросить копию приговора в суде. Что б вы без меня делали? Уже запросил. И вот тут открывается интересное во-вторых. Жертва Любимова Немытов К.А. Подождите, мы только что с трупа. Заявительница Немытова. Любимов жил с женой убитого им человека. А сейчас убили его. Высокие отношения. У вас там дверь? Что? Пожар? Стойте не трогать, я сама. Аня, я просто немного увлекся. Черт. Что ж вы мне сказали, я бы он приготовил. Я хотел хоть что-нибудь, кроме бутербродов. А увлекся новой постановкой. Вот. Может, вы мне в магазин сходите? Нет, нет, не беспокойтесь. Обойдемся чаем. Кстати, чай я тоже выпью. А вас никто не приглашал на чаепитие. Ну, можно сказать, что я сам напрасил. За это я могу помочь с уборкой. А-а-а. Значит, все-таки стало любопытно? Да я и сам готов рассказать вам о новом убийстве. Только бы посмотри, как вы запутаетесь. Этот сюжет высокая драма. У нас есть двое мужчин и одна женщина. Вокруг нее рвутся страсти, льется кровь. Здесь любовь до гроба. Вообще, мне кажется, что в этой истории нам понадобится особый язык. Сложный, возвышенный. Стихи. Возможно, что и стихи. Итак, вернемся к предыстории, к первому убийству. Что мы имеем? Любовник жены из-под тяжка убивает мужа. Посмотрим. Мой яд готов. Рука тверда и мысли черны. Безлюдно здесь и час благоприятен. Ты, острый сок полуночной травы, проклятием гекаты утонченной, пусть силою твоих волшебных чар мгновенно в нем исчезнет жизни дар. О, мух мой. О, мух мой. Что случилось? Ты не дышишь. И тело комнатной температуры. Весь ужас ада отражен в глазах. О, неужели дух покинул тело? Неужто ты оставил мир навечно? Не плачь, любимая. Я не оставлю своей заботой ни тебя, ни принцев. И коль так вышло, будь моей женой. О, не питай меня, земля. И свет небесный мне не свети. Ночь не давай покоя. Пусть все, что потемняет в жизни радость, иссушит свет любимейших желаний. И здесь и там со мною будь страданье. Когда вдова, я стану вновь невестой. Спасибо. Стоп. Что он Гекубе, что ему Гекуба. Ну что ж, все верно, Ваше Величество. Гертруда для приличия. Повозмущалась, конечно, но потом… Подождите, ну это ничего общего с реальностью. Муж застает в жену с любовником. Так? У них завязывается драка. Любовник оказывается сильнее мужа, убивает его. Дожидается полицию, сдается, отсидел. Да все вопрос интерпретации. А дети? Там были дети? Трое. Пришли через двадцать минут после убийства. Вот. Дети в психологические тонкости, в любовные перипетии не вникали. Убит их отец. И вот он, убийца. А уж когда он появляется в доме в качестве нового мужа матери, могут они захотеть ему отомстить? У Анастасии есть взрослый сын? Да ему всего шестнадцать лет. А вы что думаете, Гамлету было намного больше? Не знаю. Ну, во всяком случае, смоктунновский в этой роли выглядел далеко не подростком. Подождите, подождите. Откуда? Откуда шестнадцатилетний мальчик мог достать пистолет? По интернету заказал, что ли? Простите. Алло? Что? Ясно. Мы сейчас приедем. Бабко звонил. Любимого убили из пистолета, принадлежащего Немытого. То есть, в семье Немытого был пистолет? У нашего Гамлета вполне мог быть к нему доступ. Пистолет Немытого был наградный. Скажи, а разве такие пистолеты не изымаются после смерти владельца? Так, сейчас смотрю. Есть такт, составленный по всей форме. Пистолет хранился в квартире Немытого в сейфе. Но когда они пришли его изымать, он чудесным образом исчез. Угу. Ладно, Паша, спасибо большое. Давай, пока. И вам не хворать. Убийца так долго вынашивал план мести? Если это мальчишка, то ему было 13, когда отца убили. То есть, он просто ждал, пока станет достаточно взрослым, чтобы справиться с любимым вам? И что? Мы так просто возьмем и устроим обыск у мальчика? Без толку. Уверен, что никакого пистолета там нет. Выбросил? 16-летний мальчик. Ты думаешь, он сериалы не смотрит? Главное его не спугнуть. Аккуратно проверим алиби. Особоском успеем. Я знала, что пистолет пропал. Не просто так я их чувствовала. Анастасия, успокойтесь, пожалуйста. Как вы думаете, у кого был доступ к сейфу, где лежал пистолет? Ни у кого. Только у Кости. А потом? После смерти Кости? Я не знаю. Тогда пришли люди в костюмах и ключ от сейфа был в вещах Кости, которые мне отдали потом в морге. Когда открыли сейф, пистолета не было. А кто мог открыть сейф до этого? Когда вы последний раз пистолет видели? Да я вообще его не видела, этот пистолет. Нет, пистолет был в сейфе. Потому что в тот день, ну, в общем, когда мы с Артемом… Когда Костя нас здесь застал… Костя! Костя! Что здесь происходит? Костя, мам! Я прошу тебя, не нужно, Костя! Костя, пожалуйста, я объясню тебя! Костя! Да подожди, тебе говорят! Артем! Артем! У него там в сейфе пистолет! Костя! Костя! Если бы пистолета не было в сейфе, он бы не бросился к нему, верно? Угу. Понятно. Скажите, а как дальше стали развиваться ваши отношения с Артемом? Артем, он благородный человек, он не бросил меня и не стал прятаться, признался во всем. Конечно, все были в шоке и многие от меня отвернулись. Я… Я понимаю, как это все выглядит. Я… Я понимаю, что я виновата. Я во многом виновата. И я изменила тогда. Но поверьте, в тот день это был несчастный случай, это был ужасный. Это роковой несчастный случай был. Это… Это что? Успокойтесь. Спасибо. А он сразу стал добиваться вашей любви? Артем всегда говорил, что любил только меня. В общем, после тюрьмы он ухаживал за мной. И мы сошлись. Он потом памятник поставил Косте. Они друзьями были с детства. Как братья. Костя. Он любил меня по-настоящему. И мы любили друг друга. Господи, ну что же это за ужас такой? Здравствуйте. Настенька, дети поели, так что ты можешь не волноваться. Хорошо. Спасибо, Ольга Сергеевна. Подождите минутку. Скажите, а вы? Вы кто? А я нем этого Ольга Сергеевна. Мать первого мужа Насти и бабушка их детей. Простите, а мы сможем с вами побеседовать? Да. Конечно. Илюша, ты помогите мне с Соней, пожалуйста. Мы можем пройти на кухню? Замечательно. Наша семейная ситуация, она несколько необычная. Но если рассматривать с точки зрения биологии… Простите. Ну а что? Два самца подрались за самку. Один другого убил. И самка досталась победителю. Я так понимаю, что вы не одобряли то, что Анастасия сошлась с любимым. Я мать того, кого он убил. Как я могла это одобрять? Но если б я начала открыто высказывать свое недовольство, меня бы перестали пускать к детям. А дети для меня это самое главное. В отличие от Насти. И вы предпочли смириться? Я предпочла молчать. А дети? Как они ко всему этому отнеслись? Ну, Дима с Соней, они были еще слишком маленькие. А вот Илюша… Нам даже пришлось вводить его к психологу. Мне все обошлось. Нет, вы не думайте. Я при детях эту тему не поднимаю. Зачем бередить? Я так понимаю, что в основном детьми занимаетесь вы. Да. А Настя живет в соседнем доме. Это еще Костя так устроила. После школы Илюша приводит малышей ко мне. Я их кормлю. Иногда делаю уроки и отвожу домой. Я бы не отводила. Но мать какая бы она ни была, все-таки мать. А в пятницу, когда убили Артема, вы тоже их кормили? Да. Блинов напекла. Задумалось, два блина сгорели. Когда ребята пришли, все было в дыму. Илюша помогал проветривать. А во сколько это было? Как обычно, после шестого урока, где-то в половине третьего. Ну, вот видите, я оказался прав. За исключением мелочей, конечно. Лев Михайлович, по-моему, вы почти во всем ошиблись. Убийство не было спланированным и холоднокровным. Все произошло в состоянии аффекта. Это даже суд подтвердил. Это не исключает того, что Гамлет мог захотеть отомстить за отца. Я понимаю, принц затеял месть, но смерть убийцы короля проблему не решит. О, не кажись раскаявшимся. Твоим слезам я не поверю. Я не мать, несчастнейшая из обманутых тобою. Спрячь шпагу в ножны и приди в себя. Поговорим без крика, по-мужски. Убийца моего отца. Ты должен умереть. Стоп, стоп. Не понимаю. Не понимаю. Не верю. Это какое-то жертвоприношение, а не убийство. Вы же в начале истории убиваете короля, можно сказать, голыми руками. А сейчас позволяете какому-то мальчишке. Нет, что-то тут не то. Не складывается что-то. Ну, Лев Михайлович, как раз это и есть зерно роли. Я знаю, что справлюсь с ним одной левой, поэтому не боюсь. А он, наоборот, боится, поэтому и сосредоточен, не опускает шпагу. Ну. Ну да. По школе мы в предлагаемых обстоятельствах. Вот-вот-вот. Оно. Да и Гамлет, если смотреть по биографии персонажа, с тринадцати лет планировал уметь. Занимался следом. Вообще-то сам бы. Да и вообще все произошло очень просто. Артем вошел в квартиру, увидел наставленный на него пистолет. Ничего не успел сделать. Илья выстрелил. Как он проник в квартиру? Ну, может, вытащил ключ его Артема и сделал дубликат? Так же, как и раньше, вытащил и сейф в пистолет. Кстати, пистолет не нашли? Пока нет, но мы занимались альби, а на обыск нужны основания. Что с альби? Нуждается в проверке. Проверяйте, проверяйте. Значит, Клавдий долго подбирался к Гертруде. Даже, говорите, памятник поставил? Да, и что это значит? Что-то я не помню памятника в Гамлете. Призрака помню, памятника нет. Хотя, призрак это бабушка? Нет. Бабушка это Полоний. Тогда почему они все живы? И Гертруда, и Полоний, и Гамлет? А Офелия? Еще же Офелия. У молодого Гамлета девушка есть? Лесь Михайлович, по-моему, вы заиграли сегодня. Пойдем. Спокойной ночи. Ну, пойдем. Дверь закрыть не забудьте. Почему вы живы? Все-таки он чокнутый. А мне кажется, он видит саму суть вещей. Возможно, готов ты обсудить за чашкой кофе, которую ты мне задолжала. Кофе на ночь в рейсе. Ну, согласен, на чай. Вадим, давай расставим все точки над «и». Между нами ничего не может быть. Никогда. Я не смешиваю лично и профессионально, и тебе не советую. Ну, вы могли бы… Нет, не могли бы. Постой. Ты мне нравишься. Ты мне тоже. В качестве напарника. Давай все так и оставим. Ань. Завтра нам надо Алиби Гамлета проверять. Спокойной ночи. А какое это число было? 15 мая. 15 мая. Сейчас посмотрим. На первом уроке был. На втором уроке «Н» стоит. Ну, так это физкультура была. А он освобожден. Из-за гриппа. На третьем «Н», четвертом «Н». Ну, да. Похоже, что его целый день в школе не было. А сегодня? Сегодня он в школе? Сегодня. Сегодня я его видела. Сейчас физика. Садитесь. Извините, Валентина Анатольевна. Это товарищи из полиции. Им нужен немытов Илья. Да, пожалуйста. А ну, стоять! Что они выговорят? Хуже будет! Что? Не-не-не. Не советую сопротивляться сотрудникам полиции. Ну, сугубишь. Так, радикально. Пошли поговорим. Где ты был пятнадцатого мая, когда прогулял в школу? Это мое дело. Это уже не твое дело. У тебя нет алиби. Зато и все основания ненавидеть любимого. Я ничего не скажу без присутствия своего адвоката. Я же говорю, грамотный. Ну, до адвоката еще далеко. А вот встречу с инспектором по делам несовершеннолетних мы устроить тебе можем. Ну, тебе придется проехать с нами. Для начала вы без денег посидите, я думаю, да? Ну да, с колоритными такими личностями. Без адвоката или инспектора я ничего не скажу. Упрямый. Давай, вставай, поехали! Подождите, пожалуйста. Вообще-то он мальчик хороший. У него в семье положение тяжелое. Он с сестрой занимается, с братом. Лучше поаккуратнее с ним, пожалуйста. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Спасибо вам. Ну что, может начнем говорить? Просто, когда придет инспектор, это уже будет официальный допрос. А сейчас у тебя есть возможность посотрудничать со следствием до предъявления обвинения. Какого обвинения? В убийстве, Илья. В убийстве. Ладно, как знаешь. Добрый день. Я инспектор по делам несовершеннолетних Антонова Маргарита Александровна. Что здесь происходит? Привет, Рит. Вадим Ильич, я вас тоже услала, но давайте неформальное общение. Оставим минут потом. Простите, Маргарита Александровна. Итак. Убит Артема Любимов, который был… Да-да, Анна Дмитриевна успела вести меня в курс дела, так почему вы обвиняете мальчика? Ну, у него есть мотив, возможности и нет алиби. Орудие убийства? Пока не найдено. Но у мальчика был доступ к сейфу, где лежал пистолет, из которого было убить Любимов. Из чего это следует? Ну, из того, что сейф находился в доме, где живет Илья, он в любой момент мог украсть у отца ключи, достать пистолет. Где сейчас пистолет-то? Да не брал я его. Сами все придумали, теперь меня отпрашиваете. В самом деле, капитан Смолин, это же ваши домыслы, у вас нет никаких доказательств. А почему тогда мальчик не говорит, где он был пятнадцатого мая? Он имеет право на личную жизнь. Ну, уже не имеет. Звони маме. И бабушки. Ну что ж, при матери допрос станет окончательно официальным. Хорошо? Все будет хорошо. Рита! Привет, Вадик. Не называй меня Вадик. Прости, я забыла, ты же ненавидишь, когда тебя так называют. Да. Аня, это Рита, моя сокурсница. Очень приятно. А я даже не знал, что ты еще с инспектором работаешь. Мне не доверяю серьезные дела. А, ну да, ты ведь мечтала об убойном, я помню. Так может быть, у вас есть вакансия? Аня, как ты думаешь, может с Санычей поговорить, а? Извините, мне надо работать. Здесь. Алло. Ольга Сергеевна? Да. Старший лейтенант Старцев. Мы задержали вашего внука. Да, подозреваем. Есть основания, он прогулял в школу пятнадцатого числа. Да, мы вас ждем. Спасибо. Ну, раз уж мы уже встретились, так можно. А то уже в какой-нибудь больной, принужденной обстановке. Тебе очень трудно отказать, Вадим. Прости, Вадим. Да, Лев Михалыч, я на работе, ну сейчас паузу слушаю. Срочно? Хорошо, я подъеду. Да, договорились. Товарищ капитан, здравствуйте. Что происходит? Почему Илья здесь? Анастасия Олеговна, успокойтесь, мы проверяем. Что? Что вы проверяете? Что? Вы что думаете, что это Илья Артема убил? Он прогулял в школу, мотив есть. Мотив? Какой мотив? Что вы несете? Послушайте, Илья взрослый мальчик, он все прекрасно понимал. У него были нормальные отношения с Артемом. Я требую, чтобы вы немедленно его отпустили. Прекрати истерику. Ольга Сергеевна, а это кто? Это алиби Ильи. Офелия, значит. Мы ошиблись в трактовке пьесы. Примитивно же полагать, что виноват во всем Гамлет. Все гораздо сложнее. Начал-то раз при неон. А кто? Призрак, тень отца. То есть, убийца, покойный муж. Я ничего не понимаю. Все понятно. Мужа убил любовник, а любовника потом убил муж. Лев Михайлович, потом это как? Фигура же? Образно. Ведь стреляли из пистолета мужа. Пистолет не могут найти. Так? Так. А стрелявший лучший друг убитого. То есть, с которым они были как братья. Тут все сходится, тут все по Шекспиру. Только вот призрак не дает мне покоя. Я все думаю, может быть, он статуя, памятник на могиле мужа. Ни призрака, ни статуи, ни тень нельзя посадить в тюрьму. Анна, Шекспир переделывал старые сюжеты. История о принце Гамлете – это средневековая легенда. А призрак – это метафора, это символ неотвратимого наказания. То, что убийца стрелял из пистолета Немытого – это еще ни о чем не говорит. А вы проверьте. Вы все проверьте. Что? Памятник на могиле? В том числе. А также проверьте, был ли этот Любимов таким идеальным, как о нем все говорят. Не было ли чего-нибудь такого, чтобы могло подмочить его репутацию. Ведь Шекспир говорит о Клавдии как о похотливом сатире, прелюбодеи. Должны быть грешки у этого вашего любимого. Лев Михайлович. Анна, просто проверьте. Возможно, мы знаем еще не всех участников этой трагедии. И очень скоро они появятся. Поверьте мне. Юля учится в параллельном классе. То, что они дружат, я знала уже давно. Но в последнее время их дружба зашла немного дальше. Ба. А я не знала. Откуда тебе? Скажите, а почему у нее волосы мокрые? Ну, где нашла? Пришлось достать ее из бассейна. Юля профессиональный плавец. А ты, Илюша, просто дурак. Захотела поиграть в благородство. Готов был в тюрьму сесть за убийство? Ну, думала о репутации девушки. Это похвально. Ну, только думать надо о собственной жизни сначала, а потом уже обо всем остальном. Мы просто гуляли. Меня это не интересует! Потише, пожалуйста. Простите. Вы действительно были вместе пятнадцатого? Да. Как долго? Со второго по шестой урок. Илье надо было Соню и Диму забрать. Хватит реветь. На, вот возьми платок. А еще лучше пойди умойся. Где тут у вас? Я покажу. Ну, подождем. Вадим. Слушай, ты где была-то? Такое сейчас происходило. В общем, Карманов в итоге был прав. Действительно нашлась Офелия. Я так понимаю, что Офелия создала Гамлету алиби и теперь он неподозреваемый? Вообще-то, пока ты любезничал со своей старой знакомой, я была у Карманова. И он сказал, что Клавдию убил призрак. Слушай, ну какой еще призрак? Это не отца Гамлета в виде статуи. Какой статуя? С кладбища, что ли? Я тебе говорил, что он псих. Подожди, ты согласна с ним, что ли? Ну, ты сам подумай. Клавдию убил Гамлета старшего. А призрак устроил так, что Клавдию потом сам погиб. Я не понимаю. Подожди, нам сейчас призраков искать, что ли? Да мы просто проверяем любую оперативную информацию, которая к нам поступает. Сейчас нам нужно проверить моральный облик и связи Клавдия. Подожди, то есть Артема Любимого? Да. А заодно съездить на кладбище к Гамлету старшему. То есть Немытову. Ладно, то есть надо проверить круг общения Любимого, да? Да. Ну, давай начнем с своего водителя. У меня кое-какие идеи есть. Какая? Сделаем так. Завтра с утра подъезжаю к дому Любимого. Завтра? А чего не сегодня-то? Потому что сегодня уже поздно. Чего зря людей тревожить? Ну, каких людей-то? Давай здесь завтра. Добрый день. Могу я вам что-то предложить? Бокал белого вина, пожалуйста. Хорошо. Молодой человек, знаете, я передумала, можно виски? Пятьдесят, со льдом? Чистые сто и счет сразу, пожалуйста. Хорошо. Хм, привет. Привет. А чего это-то в очках-то? Солнца вроде нет. А вот и первые. Ань, позови, пожалуйста, консервшку. Ну, и зачем вы меня сюда позвали? Так что, в два раза не встречаться. Здрасте. Здрасте. Ну, что же вы, граждане, скрывали об Артеме Любимове? Мы… Мы… Да, мы… Вот именно так вы глаза в землю опускали, когда я вас спрашивала. Был ли у любимого кто-то, кроме Анастасии Немытовой? Шеф был добрым и порядочным человеком. И Анастасию Олеговну он любил. Но… Но кто без греха? Так я так понимаю, он вам доплачивал за молчание, да? Ну, а что? Как что? А то, что вы в следствие в заблуждение ввели. По ложному следу пустили. Но мы же не знали, что она может быть причастна. Приличная женщина, хорошо одета и джип. То есть вы видели, что кто-то приходил к любимому в день убийства? Да она была-то три минуты. Так что ж вы молчали? Артем Иваныч заплатил. Вперед. Что за женщина на джипе? Не знаю. Правда. Я почему-то был уверен, что вы вернетесь. Скажите, вы знаете, с кем у любимого должна была быть встреча 15 мая? Знаю. Почему вы сразу не сказали, еще тогда при первой встрече? Так вы же не спрашивали. Я думал, я подозреваемый. Он встречался с директором строительной компании Шар и Ко. Имя, фамилию, отчество можете назвать? Шаронова Ольга Витальевна. И какие у них были отношения? У Артема? С Шароновой? С которым он встречался у себя дома. Да? А вы посмотрите на нее и сами все поймете. Да. Мы действительно должны были встретиться в пятницу у Артема дома. Вот только встреча так и не состоялась. А во сколько была назначена встреча? Договаривались на час. Я примерно так и приехала. Ну, плюс-минус пару минут. И что? Здрасте. 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 Я позвонила по телефону. Трубку никто не взял. Ну, я подумала, не хочешь, как хочешь. И уехала. А почему, собственно, вы интересуетесь? Примерно в это время Артема убили в его квартире. Господи. Как это? Застрелили. Практически в упор. Скажите, пожалуйста, какие отношения связывают вас с Артемом Ильевым? Подождите. Вы что, меня подозреваете? Мы просто проверяем все обстоятельства дела. Так какие? Особо близких отношений между нами не было. Он женат, я замужем. Нас все устраивает. Устраивала. Ну, иногда хочется разнообразия. А что касается бизнеса, Артем всегда работал очень аккуратно. Так что никаких особых трений между нами никогда не было. В эту пятницу мы должны были обсудить новый контракт. Помимо всего прочего. Когда вы были у квартиры Артема, вы кого-нибудь видели? Я была-то всего несколько минут. Нет, не видела. Подождите, но я действительно была всего несколько минут. Да я с водителем приезжала, это ведь можно проверить. Мы обязательно проверим. Если вы вспомните что-нибудь еще, позвоните нам, пожалуйста. Да, да, конечно. И что это доказывает? Правоту Карманова. Каким образом? Любимов был бабник, вел двойную жизнь. Значит, он не был тем идеальным человеком, которым его видит Настя. Ну, таким она его нам представляет. Получается, Любимов у нас расчетливый человек себе на уме. Соблазняйте уже их жен, только зачем? Ну, да ладно, так ведут себя половина мужчин на планете. Тебе видней. Значит, зуб на него мог быть у кого угодно. Например, у жены. Кстати, где она была в момент убийства? На работе. Проверено уже. Хорошо. Карманов говорит, что Любимова убила статуя, то есть тень отца Гаммста. Карманов – это заразно. Вадим, тебе что, тяжело поехать на кладбище проверить эту тень, то есть статую? Чтобы что? Ну, чтобы убедиться, я не знаю, ну, чтоб… не знаю. Чтобы убедиться в том, что не пошла ли статуя погулять, да? Например. В общем так, у меня рабочий день закончился, сейчас важная встреча, так что давай, пока. Знаю я эту важную встречу. Я не понимаю, ты ревнуешь что ли? А еще чего бабник? Так веду себя половину мужчин на планете. Тебе видней. Кстати, во сколько ты закончишь? Ну, я не знаю. Давай до завтра отложим. А может вообще на кого это дело, а? Давай, короче, звони, когда закончишь свое важное дело и пойдем на кладбище статую проверять. Чао Казанова. Ты мне скажи, зачем мы ночью-то пошли на кладбище? Ты чего, боишься что ли? Почему избоишься? Можно было отложить до утра. Боишься, что твоя статуя убежит что ли? Подожди, а где ты здесь? А где памятник? О, смотри, след. Очень интересно. Очень. В этой истории гораздо больше драматизма, настоящей трагедии и, к сожалению, гораздо меньше сказки. Ну, что ж. Ну, скрали вашу статую тупо на цвет мет. Нет никакой связи с убийством любимого. Саныч, тебе не кажется, что ты торопишься? По-моему, еще ничего не ясно, разве нет? Паша, чего? Рассказывай, что у тебя? Они протасили его метров десять, потом погрузили в машину. Судя по базе колес и следам от протекторов, я думаю, что это был уазик Буханка. Жульков было трое, все мужчины, следы характерные. Размер сорок два, сорок четыре и сорок пять. Да я понимаю, что статуи украли. Ты видишь, какое совпадение? И вот, кстати, еще одно. Что это? Видите? Пистолет, которому убили любимого. Пистолет призрака. Кого? Немытого. Ну да, номера совпадают. Его, кстати, прямо здесь на могилке и прикопали. Ну так как? Никакой связи, а, Саныч? То есть я должен поверить в то, что статуи ходят, да? И участковый говорит, сторож пропал. Он, конечно, пьет и сильно, но обычно на работе. А сейчас вот, может, совпадение, может, нет. В любом случае, надо найти этого сторожа. Как его зовут-то? Юрик. Как? Юрик? Да нет, Юрий Гуляев, а так Юрик. Ладно, ищите своего сторожа, а я пойду обрадовать одного нашего друга. Давай. Я не удивлен. При всей внешней непохожести сюжет развивается по канону. Душа старого короля не успокоилась и закрутила всю эту историю, чтобы отомстить убийце. Лев Михайлович, я тут кое-что почитала? Вот как. Похвально. Дело в том, что Гамлет все время сомневается в словах призрака. Ну, то, что его отца действительно убили. Правильно. Гамлет узнает о том, как погиб старый король со слов призрака. И только. А можно ли вполне доверять призракам? А вдруг все произошло иначе? Спустилась тьма на тихий городок. И мы вдвоем, весь мир у наших ног. Остынь же, бешеный. Здесь муж и дети вернутся скоро с бабушкой своею. Пока ведь не вернулись. Но вернутся! Позором и грехом покрою я себя, их и мужа. Но как тебя покинуть? И как тебя мне отпустить? Стой! Подожди! Запру калитку! Поздно! Ты же муж! О, вероломная! Не поднимай руки на королеву! Коль честь свою желаешь защитить, я весь к твоему слугу! Что ж, защищайся! Не время, блин! Вложим шпаги в ножны! Ты был мне другом, больше был мне братом! Но за моей спиной коварно подкатил к моей жене! Не шла любовь! Не в силах человек противиться любви! Смешно, когда чувство говорит коварный соблазнитель! Подвый змей! Невинный душ, известный погубитель! Не смей так говорить при королеве! Пусть знает правду! О! Нет, не пусть! Стоп! Ну вот, уже убедительнее! Клавдий убивает отца Гамлета, чтобы заставить его замолчать! Чтобы королева не узнала, что Клавдий распутник и злодей! Ну вот! Лев Михайлович, но это совсем не похоже на то, что писал Шекспир! А старика, Вильяма, нашего Шекспира совсем не следует понимать буквально! Ведь он пишет о человеческих страстях, о мощных страстях, которые управляют людьми, заставляют их ошибаться, приводят их к преступлениям и гибели их бессмертных душ в итоге! Мы душами не занимаемся! А зря! Да! Куда же он делся-то, а? На ума не приложу! Ты-то говоришь, он пьющий! Может, в магазин пошел? Подождем! Здрасте, Иван Павлович! Здрасте! А вы кого ищете? Да соседа вашего, Юрика Гуляева! Так его три дня никто не видит! Может, его того, как этого? Надо проверить! Будем слесаря вызывать! Только я с вами туда не пойду! Капитан, давай вперед! Ты же из убойного отдела! А мы люди простые! Ну и кто мне за работу заплатит? Объявляю тебе благодарность! Занесение! Куда? Какая воня! Че, это тоже? Да не, он просто селедку на столе оставил, она стухла! А, так а сам он где? Я-то откуда знаю! Это он? Ну да! Лет на тридцать, только помоложе! Очевидно, пистолет спрятали на кладбище, потому что нам не пришло бы в голову его там искать! Ну да, если бы не кража статуи! Совпадение! Слишком уж нарочитое! А раз такое нарочитое, вовсе не совпадение! А что? Не знаю! Вот! Смотри, я сделал выборку ранее судимых и состоящих на учете за кражи цветных металлов и попытки таких крашу! Давайте возьмем вот этих, ну и этих, ну и этих парочек! Братьев Сидоренко возьми! Они один раз приволокли орудийный ствол от танка, от настоящего! О, ты вовремя пошли! Куда? Металолом собирать! Пошли, пошли! Третий час уже ходим! А ты че торопаешься? Ритка ждет! Тебе неприятно? Да мне все равно! Нет, тебе не все равно! Тебе неприятно! А знаешь почему? Потому что ты мне сказала, что между нами все равно ничего не будет никогда! Вадим, мне правда все равно! Я просто хочу, чтобы ты нормально работал! Ты понимаешь, что мы ищем иголку в стоге сена? Ничего! Перевернем стог сена и найдем эту иголку! Посмотри! Плуханка! Тихо! Кажется здесь! Да ладно, надо пилить все что угодно! Бабаков сказал, что они вывезли памятник на вазике! А ну, что едет, не двигаться! Это на пол опусти! А вот и тень отца! Или то, что от нее осталось! Вадим, ты третий! Да вижу ее! Кто из вас гуляет? Он это! Спит! Не зни! Ну, ты и мысленно на него без козырку-то надень! Может! Куда вы меня? Они же кинут! Кто? Они продадутся и кинут меня! Статую зачем решил продать? Попросили! Кто попросил? Искры! Какие к черту искры? Искры! С утра его допросим! Эй! Эй! Простите, вы кто? Рита? Мама! Ну, я же тебя просил! Ты предупреждай перед тем, как придешь! Ну, это же моя квартира! А я тут вообще-то тоже не чужой! Верно? Вы меня извините! Вадим рассказывал мне о своей коллеге по работе! Признаюсь, я представляла вас себя несколько иначе! Лучше или хуже? Ну, как-то несколько сдержанней и скромней! Да! Значит, вы из Убойного! Нет, мама! Рита не из Убойного! Ну, ты говорил, а ее звали не Рита! Мама! Я инспектор по делам несовершеннолетних! Как интересно! Ну, мне кажется, Вадик, ты давно вышел из этого возраста! Не называй меня Вадик! Пойдем! Ой! Извините! Рита! Ну, так как ее зовут? Нет! Уж нянили! Мама, что-то перепутаю! Придется доказывать! Я это так докажу! Ну, ладно, всего доброго! Привет! Ты смотри! Даже почти не опоздал! Слушай, чего ты злишь-то? Больно надо, знаешь! Просто твое отношение уже, от этого страдает наша работа! Каким-то образом? Таким! Не преувеличивай! Мне кажется, это и ты преуменьшаешь! Ладно, пошли! Надо еще одного не проспавшегося допросить! Говорю же, лица не разглядел! Темно было! Начальник, сгоди за пивком, а! Ты что, Гуляев, оборзел, что ли? Рассказывай давай! Не отвлекайтесь! Вспомните, где вы встретили эту женщину! Ну, на могиле памятника! Я обход делал, смотрю, у памятника кто-то копошился! Начальник налил бы! Я в кино видел, у вас сейфи всегда есть! Тебе сейчас так налью! Соберитесь! Вы ее хотели прогнать? Естественно! А она сказала, что она по делу! И предложила продать статую! Мол, металл дорогой! А ты ее раз на раз, потому что сторож, да? Она владелец! Владелец чего? Статуи! Сказала, что не похоже получился! Она хочет что-то продать, а новую поставить! Вижу, говорит, вы человек хороший! Продайте! Деньги себе возьмите что-нибудь на хорошее! Стойте! Вы просто так поверили, что она владелица? Так она же ее не себе хотела взять! А чтобы я продал! И еще доплатить обещала! Если памятник до утра уберется! И потом права показала! Какие права? Ну, там такая же фамилия, как на могиле! Не мытого? Ну? Ну что, ну, дальше? Куда дальше? Имя, отчество? Не запомнил! Е-мое, ну как она? Как она выглядела-то? Не помню! Она в капюшоне была! Ну, рыжая! Ну, ты говори, что не разглядела, при этом говори, что рыжая! Сначала рыжая, а потом капюшон! Ну, хотя бы молодая или старая? Не помню! Ну, одета молодежно! Джинсики, плащ и искры! Искры? Черт возьми, какие искры? От плаща! Блескучий плащ такой! И от фонарей искры в глаза! Начальник, ты в капы! Простите! Вадим, ты чего? Ты что, не понимаешь, что это Анастасия? Ну, только хорошо! Только это только версия, надо проверять! Что хорошего? Она нас запутать хотела! Сторож ее вспугнул, когда она на могиле пистолет прятала! То есть, она специально хотела нас повезти по ложному следу? Да ну ладно, как она узнала? Как? От тебя? Она же была в коридоре, когда-то мне рассказывала о призраке! Слишком громко говорила! И она хотела отвести от себя подозрения! Еще говори, что я плохо работаю! Ну, прости, я увлеклась! Конечно, хороший трюк! С плащом блескучим-то! В смысле? Ну, в смысле, одежда яркая, лица никто не помнит! Значит, и Артема она пришла убивать в этом же плаще! А консьержка ее не видела? Ну, консьержка могла и отойти! То есть, в два раза, да? Когда она приходила, уходила! Какое-то невероятное везение получается! Поговорим с тетенькой еще раз? Эмма Павловна, давайте начнем вспоминать с самого простого! С прихода вот этой женщины! Шароновой! Ну, которая на джипе! Ее, пожалуй, забудешь! Я же ей единственную дверь-то открыла! Она говорит, я к Любимову, а мне дверь не открывают! Ну, я и открыла! Да-да, я это помню! А больше никто не просил дверь открыть! Нет! Остальные либо с ключами входили, либо вон жильцов просили! Ну, а теперь давайте вспоминать, кто до нее приходил! Ну, может, кто-нибудь приходил ярко одетый! Знаете, бывает, одежда у человека запоминается ярче, чем лицо! Ну, что, хиппи, что ли? Ну, почему же сразу хиппи? Точно! Девка одна блескучая приходила! В блескучей одежде? Ага! Она когда из подъезда вышла, я ее увидела! А вот как она заходила, не помню! Ну, не пришитая же! А что-нибудь еще про нее помните? Как она выглядела? Приметы, может быть, какие-нибудь? Вы пробуйте! Значит, капюшон, джинсы! Ну, как сейчас модно! А лицо? Лицо не разобрала! Рыжая! А в каком часу это было? Это было, это было! После новостей это было в половине второго! Ну-ка, понюхай! Порох! Частенько у вас перчатки теряют? Ой, да постоянно! А я так полагаю, это женская, да? Угу! Ее когда потеряли? Я ее нашла вечером в пятницу! В тот же день! Это что? Перчатка убийцы, да? Эмма Павловна, а вам бы у нас работать! Ну, тогда и ключи тоже убийцы! Какие ключи? Какие? Вот из этой перчатки! Убийцы! Я объявление написала о потерянных ключах! И никто не отзывается! Вот! Если ключи подойдут, то значит… Подошли! Перчатка убийцы! Вот это теперь железобетонная! Да! Очень интересный поворот сюжета! Гертруда не жертва, а мстительница! Не ожидали, Ваше Величество, такой трактовки образа королевы? Ну-с! Господа, у меня есть предложение! Давайте попробуем сыграть прозой! Своими словами, близко к тексту! В конце концов, были же прозаические переводы! Да, добро! Давайте, заряжаемся по местам! Если готовы, начали! Привет, Артем! Настенька, а ты что здесь делаешь? Я жду того, кто сюда придет! С кем ты встречаешься? Анастасия, у меня деловая встреча, я жду своего партнера! А я могу на нее посмотреть? Малыш, ну, ты чего? Ты меня в чем-то подозреваешь? Нет! Я прекрасно знаю, кто ты такой! Ты подлый и расчетливый тип! Ты бабник! Ты убийца моего мужа! Да, я не ангел! Но ты! Я люблю тебя с первого взгляда! С той самой минуты, как нас познакомил Костя! И мне никто больше не нужен, ты понимаешь? Когда случилось то, что случилось с Костей! Я был уверен, что я забуду тебя! Я был уверен, что я не смогу перешагнуть через смерть друга! Ну, я смог! Послушай! Ну, неужели ты думаешь, что после всего того, что мы пережили, я буду бегать еще куда-то налево? Я люблю только тебя! Я хочу быть только с тобой! Приходит Шаронова! Настя, это не то, что ты думаешь! Это деловая встреча! Давай мы впустим ее, и она сама тебе все расскажет! Нет, Артем, мы ее не впустим! Послушай! Ну, давай спокойно со всем этим разберемся, а? Не смей! Ты убил Костю! А я тебе нужна так, для спортивного интереса! Да и наследство мне досталось! Тоже хорошо для бизнеса, да, Артем? Шаронова уходит! На колени! Слушай, опусти пистолет! Я сказала, на колени! Негодяй! Стоп! Вы сами-то верите в то, что играете? Ну, почему нет? В принципе, я бы могла его убить! В принципе! Это ваше «в принципе» здесь не подходит! Зрители должны верить в то, что происходит на сцене! А не допускать возможности! Нет-нет! Прозревшая Гертруда убивает Клавдия! Не погибает от яда в бокале! Яда, который предназначался для ее сына! Яд — это не современно! Да, но вы-то здесь не жертва! Вы убийца! Более того, вы следствие пускаете по ложному ходу! Нет-нет! В этой истории вам не сыграть активные роли! Не тот типаж! Лев Михайлович, вы не раз доказывали, что в ваших фантазиях есть зерно! Причем здесь типаж! А при том, попробуйте, предложите герою-любовнику сыграть характерную роль! И не получите ни героя-любовника, ни простака, ни короля, ни шута! Получите провал спектакля! Ну, это не спектакль, это жизнь! Она вносит свои коррективы! На самом деле, Лев Михайлович, но это все указывает на Анастасию! У нее был доступ к оружию! Она стояла в коридоре и слышала наш разговор о призраке! В конце концов, у нее был мотив! Мотив? Какой мотив у женщины убивать мужчину, который заботится о ней и о трех ее детях? О наследстве! Мы разговаривали с заместителем любимого, о нем не были расписаны, но завещание составлено было на нее! Заместителем? А кто это? Полоний? Горацио? Могилища? Нет, друзья мои, тут дело не в наследстве! Ваша Анастасия персонаж малоактивный! Вокруг нее плетется интрига, не она двигает сюжет! Она приз победителю! Это не как в Макбете! Королева закручивает всю интригу! Наша Гертруда пассивна! Простите! Локти в дабл ордер на обыск в квартире Анастасии! Зря потратите время! А если вы ошибаетесь? В любом случае, мы обязаны проверить! Спасибо! Скажите, это ваши перчатки? Мои! Мои! А эти? Эти мои! А это? Да! И это моя перчатка! Точно, да? Ничего не путаете? Нет, я ничего не путаю! А вторая где? Там же, где вы и взяли первую! В прихожей, в стеклянном шкафу! Посмотрите внимательно! Это она? Да, это она! Пожалуйста, подпишите акт о том, что вы опознаете эту перчатку как свою! Вот здесь! Понятые, распишитесь, пожалуйста! Теперь я объясню, в чем дело! Вот эту перчатку мы нашли в подъезде дома любимого сразу после его убийства! Ее подобрала консьержка! На перчатке обнаружены следы пороховых газов, а также оружейное масло, которые идентичны тем, которые мы изъяли на орудие убийства! А вот эту перчатку мы только что нашли у вас дома, Анастасия Олеговна! Как вы можете это объяснить? Я не знаю, я не знаю, как это может быть! Мама! Ну что? Так, успокойся! Успокойся! Отойди! Гражданка Немытого! Вы задержаны по подозрению в убийстве гражданина любимого! Подождите! Вы что такое говорите? Я даже стрелять не умею! Я пистолет в руках никогда не держала! Я была тогда на работе! И вообще, зачем мне убивать Артема? Руки, пожалуйста! Кстати, я не позволил! Так, в чем дело? Опять сопротивление? Отойди, я сказал! Вам придется проехать с нами! Вы имеете право хранить молчание! Вам будет предоставлена адвокатская защита! Это какое-то недоразумение! К сожалению, факты говорят против вас! Пойдемте! Илья, возьми детей и идите к бабушке! Мам! Мы тебя вытащим, мам! Вы приблизили Артема, чтобы со временем отомстить и убить его, при этом не вызывая подозрений, так? Ваша ошибка в том, что вы торопились, поэтому оброняли перчатку и ключи! Послушайте, я никого не убивала! А ваша перчатка на месте преступления! Ваша перчатка со следами пороха! Ключи от квартиры! А зачем статуи своравливали? Какую статую? С могилы мужа! Ее украли? Господи! Слушайте, такая хорошая актриса оказалась? Не, правда! Вы пришли на могилу мужа, чтобы спрятать там пистолет! Вас спугнул сторож! Вы решили его вовлечь в преступление! Чтобы он своровался! Только зачем? Чтоб нас напугать? Или отвести от себя подозрения? Все, хватит! Когда вы услышали, о чем мы говорим в коридоре? Вы что, хотели, чтобы мы реально поверили в призрака? Все, хватит! Я требую адвоката! Я не хочу больше выслушивать эту ерунду! Подумайте, не торопясь! Пока мы с вами говорим, просто говорим! Официального обвинения вам не предъявлено! Так что самое время сделать чистосердечное признание! Когда появится адвокат, это будет означать, что начались процессуальные действия! Тогда обратной дороги не будет! Я повторяю вам! Мне признаваться не в чем! Как хотите! Убедите! Ну что? Скажи, ну зачем приближать Артема любимого, чтобы потом отомстить ему за смерть мужа? Почему не сделать этого сразу? Нужно время подготовиться! А разве пока он был в тюрьме, этого времени было недостаточно? А наследство? Чтобы оформить завещание, тоже время нужно! Нет! Если бы Артема не было бы, то кто бы устанавливал памятник Немутова? Ты серьезно? Нет! Карманов, правда что-то не так! О, Лёгок на помине! Алло! Анна! Вы уже арестовали Гертруду? Задержали! Ну вот и хорошо! Пусть посидит! Так даже лучше! Жду вас у себя! Поняла, Олег Михайлович! Ага! Всего доброго! Чего? Просит к себе! Поехали! Поехали! Итак, Клавдий убит! Гертруда в тюрьме! Призрак губит всех! Чего-то я совсем заплыл за призрак! Это памятник? Почему тут памятник? Это образ, не более. И вообще, все это такая притча, можно сказать. Притча об отмщении. Прогнило что-то в датском королевстве. Оборвана связь времен. И провидение карает всех, кто замешан в этой истории. И сейчас мы видим то же самое. Два трупа. Анастасия, благодаря вашим стараниям в тюрьме. Кого еще ждет расплата? Подождите, Лев Михайлович, если я вас правильно поняла, то вы считаете, что Гертруда, ну в смысле Анастасии Немытого, Артема не убивала. И Мститель намеренно хочет выставить ее перед нами убийцей. Так? Да, я так считаю. Потому что из всего, что вы здесь рассказали, можно сделать совершенно однозначный вывод. Прямых улик против нее нет. Кто в итоге убийца-то? Тень отца. Его ипостась, так сказать, губит всех. Да, от этой ипостаси осталось то что, сын да мать. Сына мы проверили, а мать, то есть бабушка. Так она и была в коридоре вместе с Настей. Она слышала, как ты говорила о призраке. Что Клавдию убил призрак. Подожди, какой еще призрак? Тень отца Гамлета в виде статуи. Какой статуи? Складбище, что ли? Подожди. Значит, она подставила Настю, а в этой дурацкой ситуации с памятником выставила ее полной идиоткой? Ну еще доказательств нет. Ну подожди, здесь ключевое слово еще. Сторож и консьержка сказали, что она была молодая. Ольга Сергеевна женщина видная. Джинчики, блестящий плащик, который отвлекает парик, вот тебе и молодая. А ее алиби? Блины. Она и сказала, у нее там что-то подгорело. Да это алиби еще подтвердить надо. Поехали к ней. Подожди, нет, так мы ее только вспомним. Анастасия задержана, пусть бабушка так и думает. А мы дождемся анализа потожировых с перчатки. Спасибо вам огромное, Лев Михайлович. Вы нам очень помогли, как всегда. До свидания. До свидания, спасибо. Ну, надо признать, у твоего Карманова иногда бывают интересные идеи. Мне кажется, уже можно говорить о нашего Карманова. Надо все проверить. Проверим. А чего ты домой не торопишься? А чего им домой торопиться? Я еще к тому же с мамой посырился. А Ритка? А что ж, с Риткой у меня все кончено. Да ладно, почему? Тебе правда интересно? Да, мы же напарники. Ну, она и хотела в нашем отделе работать. Даже с Санычем по поводу этого говорила. Ну, и дала мне отворот-поворот, чтобы не путать личное с профессиональным. Что, уже где-то это слышала? Хочешь совет, Вадик? Девушку поищи на стороне. Не называй меня Вадиком. Вадим, это ты? Да, я. Ты один? Привет. 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 А где Рита? С Ритой все. Ой, Вадик. Это так хорошо. Поверь мне, она хищница. Я таких, как она, насквозь вижу. Что ж ты тогда осталась, если думала, что я с Ритой приду? Ну, думала. Как-то познакомиться поближе. Ой. Бери мне сын или не сын. Ну, тебе уж лучше знать. Не смешно. А ты знаешь, как говорят? Если мужчина готов ради женщины на все, значит, он в нее влюблен. А вот если женщина ради мужчины готова на все, значит, он ее сын. Так говорят? Да. Скажи, а ты, а ты готова ради меня убить? О, Вадик, какой ты у меня все-таки дурачок. Жил-жил, а ума не нажил. А вообще, знаешь, если серьезно, ну вот случилось бы такое что-то страшное. Ради тебя я готова убить. Кого хочешь. Нет. Заключение от Бабкова. Фото жировые с Надей на перчатке не принадлежат Анастасии Митовой. По группе крови не подходят. Так, значит, она не убийца? Это ничего не значит. Это значит то, что наш новый подозреваемый теперь более и более вероятен. Я так понимаю, у вас есть работа. А я пойду и выпущу Анастасию Митовой. Саныч, погоди. Ты можешь спугнуть нашего преступника. Можешь подержать еще немного? Еще 32 часа у нас, в принципе, есть. Да, а мы в школу. Почему в школу? Ну, во-первых, потому что сейчас он там. А во-вторых, не будем же мы его допрашивать прямо дома. Сам подумай. А что ты меня смотришь? Я понял только то, что у вас есть новый подозреваемый. Пошли, пошли. Татьяна Васильевна, извините, вы можете нас оставить на пять минут? Ну, вообще-то это мой кабинет. Ну, пять минут. Превратили школу, черт знает во что. Спасибо большое. Илья, садись. Скажи, вы всегда к бабушке приходите после школы? Да, всегда. Мама же на работе, мы у бабушки обедаем, потом уроки делаем. А потом она нас вечером отводит домой, когда мама с работы приходит. Ты пистолет у папы видел? Нет, никогда. Он мне его ни разу не показывал. А когда пистолет пропал? Не знаю. Я же говорю, я вообще не знал о его существовании. А как ты любимого называл? Артем Романович. А какие вообще у вас были отношения? Нормальные. Он вообще-то мужик хороший. Помогал даже пару раз. С пацанами проблемы были. Даже сам бы не помогал. Я ведь это из-за мамы. Я же знаю, что у них там любовь и все такое. Знаю, что ей так лучше. А я съеду скоро. Давайте о другом чем-нибудь. Давай. В тот день, когда убили Артема Романовича, вы во сколько пришли из школы? Да как всегда, двадцать минут третьего. А бабушка уже дома была? Да. Я же расскажу. Ну, расскажи еще раз. Вот вы вошли… Вошли, сразу пошли руки мыть. После этого за стол. Бабушка блинов напекла. То есть на кухню даже не заходили? Ну, здесь, говорю, что дым карамысом стоял. Там блинами так пахло. А что ваш? Да, я действительно вначале на кухню зашел. А вы откуда знаете? Догадался. Ну, вошли и… Зашли. На столе стопка блинов стояла. Здоровая такая. И на плите сковородка стояла. Она домила. Одна? Да. А бабушка обычно ведь блины жарит на двух? Вообще-то обычно на двух, но стояла одна. И на ней не жарилось ничего, она просто стояла и коптила. У тебя тут пожар. Сейчас, сейчас. Куда? А ну-ка ваши руки мыть? А блины горячие были? Да, очень. Я чуть руку не обжег. Ладно, Илья, спасибо тебе большое. Думаешь, идти? Нет, подожди, еще вопрос. Бабушка джинсы носит? Бабушка джинсы? Нет, никогда. Все, иди. Спасибо. А вы что, бабушку подозреваете? А ты? Что я? Вы мне предлагаете между мамой и бабушкой выбирать? Мне по-любому плохо. Иди. Только глупость не наделай. Да, я уже взрослый. Чтоб блинов на печь, нужно часа два провозиться. То-то оно. Жесткое алиби. А блины можно и заранее испечь, а потом их просто в микроволновке разогреть. А сковородку на плиту поставить так, для вида, для дыма, понимаешь? Лужное алиби? Да. И бабушка джинсы не носит? Да убийца носит джинсы. Лужное алиби. Перчатку носите. Ох-ох-ох, тень отца. Взывает к небу об отмщении невинно пролитая кровь. Мама! Мама, почему он еще здесь? Убийца! Я никуда не собираюсь уходить. Сейчас приедет полиция и скорая, я расскажу им все как было. Илья, он ни в чем не виноват, я все видела! Как это не виноват? Откуда он вообще здесь взялся? Господи! Убирайтесь! Я никуда не собираюсь уходить! Делайте все спокойно и уверенно. Ни тени суетливости. У вас железное самобладание плюс находчивость. Я бы восхищался вами, если бы вы не были увидеть. Стоп! Лев Михайлович, у вас ко мне есть какие-нибудь замечания? Нет? Все очень хорошо. И точно. Особенно по мотивации. Наслаждайтесь. Это ваши джинсы? Нет. А этот плащ тоже не ваш? Я впервые его вижу. Тогда откуда эти вещи в вашей квартире? Не знаю. Может быть, внуки оставили. А может быть, Настя. Зря так, Ольга Сергеевна. Ведь эксперты как минимум докажут, что вы эти вещи надевали. Вы знаете, что такое пот и жировые следы? Нет, я не стремлюсь узнать. Эти вещи не мои. Кстати, следы от смазки на плаще и от оружия, судя по запаху. Но экспертиза покажет точнее. Ничего не хотите пояснить? Поясняю. Эти вещи не мои. Ну, как хотите. Собирайтесь. Вы задержаны по подозрению в убийстве. На колени. Ольга Сергеевна? На колени. Хорошо. Подождите. Ольга Сергеевна, она... Будь ты проклята. Мои внуки никогда не будут шить с убийцей их отца. А я хотела бы узнать, что мой сын это мщу. Он был уникальный дождь И San Francisco. Ольга Сергеевна. И я никогда не сделал это, что он встретил. Он был умным. Он был уникальным. Горрага, он был уникальный дом. Все, что на месте, помимоlestю. Он был уникальный московский мир. Работает. Он был ищен. Я не могу увидеть такое. Продолжение следует... Ну, конечно же, вы торопились. Вам нужно было успеть вернуться к приходу детей. Ну, решили подождать полчаса для верности. А пистолет вы, наверное, сначала хотели подбросить Анастасию, чтобы уж наверняка ее погубить. Но потом вы в коридоре услышали нашу версию о тени отца Гамлета и решили сыграть в нее. Он сказал, что Клавди убил призрак. Какой еще призрак? Тени отца Гамлета в виде статуи. Зачем вы вообще хотели ее подставить? Между прочим, она мать ваших внуков. А вам этого не понять. Пусть косвенно, пусть не напрямую, но она соучастник убийства моего сына. А дети не должны жить под одной крышей с убийцей. Ах, вот она что. А статуи-то зачем красть? А вы не понимаете? Эту статую поставил Артем. Лицемерная тварь. Откупиться хотел. Это памятник. Еще один способ совратить Настю. И Илюшу. И Соню. И Диму. Я так понимаю, она готова во всем сознаться. Да. Я буду каяться, я буду унижаться, я выйду по УДО. Чтобы быть с внуками, они для вас все? Как вы догадались. Когда мы задержали Илью, в первую очередь вы стали спасать не свою шкуру, а его. Только когда вы выйдете по УДО, захотят ли они с вами общаться? С Артемом же захотели. В отличие от Артема, вы совершили преднамеренное хладнокровное убийство. И к тому же хотели подставить их мать. А мать какая бы она ни была. Дороже ее на свете никого нет. Еще раз приносим свои извинения. Вы свободны. Всего доброго. Поднимайте сюда. Ну что, в кафе? Ты не исправил. Слушай, ну ладно, ты на меня злилась, когда я был с Риткой. Сейчас ты чего? Я просто рада, что дело закрыто. Да, 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 да. Ну да, конечно, я рада, что он тебя прокатил. Так тебе и надо, бабник. Вы знаете, а вот нам сегодня действительно есть что отпраздновать. Лев Михайлович, вы нам очень сильно помогли. Извинения приняты. Разве я извинялся? Разве нет? Лев Михайлович, если бы не вы, нам бы действительно в голову не пришло заподозрить Ольгу Сергеевну. Надо признать, что вот такой метод расследования – это метод. И он работает. Иначе быть не может. Мир, театр, люди, актеры – это же аксиома. Ну тут я не соглашусь. С кем? С Шекспиром? А Вадим хочет сказать, что он был бы рад работать вместе с вами. Да. Да? Да. Ну что ж, если вы не будете мешать, добро пожаловать в театр. КОНЕЦ КОНЕЦ